Каков сюжет пьесы? Молодой разбратник, Октав, сделал ребенка девушке по имени Раймонде. Он отвез ребенка в деревню и навещает его под именем господина Альфонса. Раймонде удалось выйти замуж за морского офицера, значительно старше ее, капитана второго ранга де Монтельена. Он ничего не знает о ее прошлом, Октав испытывает такую острую нужду в деньгах, что готов жениться на бывшей служанке кабачка Виктории Гишар, которая разбогатела, выйдя в последний момент замуж за кабаччика. Он всячески старается скрыть от своей будущей жены, что у него есть внебрачная дочь. Но он уверяет ребенка по печенью Монтельена, который, разумеется, не подозревает, что маленькая Андриена, дочь и его супруги тоже. Нетрудно догадаться, что Виктория Гишар и Марк Т. Монтельен узнают всю правду, что они прощают Раймонду, что ребенок остается с матерью, а Октав, или господин Альфонс, с презрением изгоняется в семьи. Развязка была благополучная, и публика осталась довольна. Предисловие, весьма существенное, содержит новую речь в защиту совращенной девушки и обличает совратителя, а в особенности законодателя, который снимает ответственность с отца и заявляет ему, «Ты хочешь остаться в тени? Очень хорошо, ты останешься в тени. Ты сможешь произвести на свет других детей законных, и никто не посмеет что-либо сказать тебе по этому поводу». Однако человек, который уклоняется от своих отцовских обязанностей, это дезертир куда более опасный, чем тот, который уклоняется от служения Родине. Где средства против этого? «Равноправие женщины и мужчины в сфере гражданской и даже политической. Почему бы нет? Она живое существо, мыслящее, трудящееся, страдающее, любящее, наделенное душой, которой мы так гордимся, платящее налоги, как вы и я. Разве такое равноправие не вошло уже в обычаи в Америке? Разве оно не прокладывает себе дорогу в Англии?» Противники Дюма обвиняли его в противоречиях, ибо он хотел, чтобы женщина имела равные права с мужчиной в политической сфере и подчинялась мужчине в семье. Он отвечал, что подчинение супруги, супругу-покровителю должно быть добровольным, и что он, Дюма, выступает в защиту огромного числа женщин, лишенных семьи. «Женщине, — он говорил, — мужчина создал две морали, одну для себя, другую для тебя, такую, что разрешает ему любить многих женщин, и такую, что разрешает тебе любить одного-единственного мужчину в обмен на твою навсегда отнятую свободу. Почему?» Потом, поддавшись своей склонности к апокалипсическим пророчествам, он предсказывал конфликты между Востоком и Западом, битвы миллионов людей, в сравнении с которыми война 1870-1871 годов покажется деревенской потасовкой. Он предвидел сражения под водой, битвы в воздухе, молнии, которые испепелят целые города, мины, от которых взлетят на воздух целые материки. Сколько родится внебрачных детей в этом неслыханном столпотворении народов? Так не следует ли правительствам составить единую огромную семью со всеми теми, кто лишен семьи? Этим страницам нельзя отказать ни в красноречии, ни в мудрости. Одним из первых воздал им должное на редкость преданный Дюма, читатель, его преподобие господин Дюпанну, орлеанский епископ и депутат национального собрания. Епископ был незаконно рожденным, и это обстоятельство делает понятной снисходительность прилата к безбожнику. Господин Дюпанну был внебрачным сыном бедной девушки из Шанбери, покинутой ее соблазнителем. Эта героическая мать не только вырастила сына сама, но и дала ему отличное воспитание. Поступив в возрасте двадцати лет в Сен-Сюрпис, он стал священником, директором семинарии, наставником сыновей Луи Филиппа, членом французской академии. В национальном собрании и левые, и правые одинаково уважали его за его достойное поведение во время войны. У него были грубые, словно топором тесанные черты лица, и в своей лиловой сутане он всегда внушительно выглядел на ораторской трибуне. Человек независимого ума, он сочувственно следил за борьбой Дюма сына. Он беседовал с Дюма о том, чтобы ввести в гражданский кодекс закон об установлении отцовства. Ганкур записал слова орлеанского епископа, сказанные им в беседе с Дюма. «Как вы находите госпожу Бавари?» — спросил господин Дюпанлу. «Прекрасная книга». «Шедевр, сударь!» «Да, шедевр!» «Это особенно очевидно тем, кто исповедовал в провинции». Господин Дюпанлу всячески убеждал Дюма выставить свою кандидатуру во французскую академию, где это предложение было принято чрезвычайно благосклонно. Имя кандидата было вдвойне прославлено. Его человеческое достоинство безупречно. Женщины, которых он так часто бичевал, стояли за него горой. «Этот Александр Дюма поистине счастливчик», — пишет Ганкур с некоторой горечью. «А всеобщая симпатия к нему безмерна». Даже Гюго приехал в академию впервые по возвращении на родину, чтобы голосовать за сына своего старого товарища. Впрочем, эти двое не любили друг друга. Дюма сын утверждал, что Виктор Гюго очень плохо вел себя по отношению к Дюма отцу, и что Мария Тюдор — плагиат Христины. Гюго, считавший отца вульгарным, но гениальным, признавал за сыном только талант. Состоялось голосование. Дюма сын был избран большинством в 22 голоса. В числе их был и голос Гюго. Вечером новоиспеченный академик приехал благодарить, но, не застав Гюго, написал на своей визитной карточке. «Дорогой учитель, свой первый визит в качестве академика я хотел нанести вам, Кесарю Кесарева. Целую вас». То был холодный поцелуй примирения. Дюма сын был причислен к лику бессмертных 11 февраля 1875 года графом Доссонвилем. Эдмон де Гонкур, никогда не присутствовавший при приеме в академию, хотел увидеть собственными глазами и услышать собственными ушами всю эту китайскую церемонию. День выдался очень холодный, но Дюма сделал аншлаг, и прикатившие в экипажах разодетые дамы теснили мужчин с орденскими ленточками. Принцесса Матильда, которая привезла Гонкура, занимала небольшую ложу, откуда был виден весь зал. Зал совсем невелик, а парижский свет так жаждет этого зрелища, что не увидишь ни пядей, потертой обивки кресел портера, ни дюйма деревянных скамей амфитеатра. До того жмутся и теснятся на них сановные, чиновные, ученые, денежные и доблестные зады. Сквозь дверную щель нашей ложи я вижу в коридоре изысканную элегантную женщину, которая сидит на ступеньке лестницы. Здесь она прослушает Тоби речи. Люди, близкие к академии, несколько мужчин и жены академиков, помещаются на круглой площадке, напоминающей арену маленького цирка и отделенная от остального зала балюстрадой. Справа и слева на двух больших трибунах рядами чинного сседают, словно выставленные на показ, облаченные в черное, действительные члены академии. Солнце, решившее выглянуть, освещает лица, воздетые горе стояумильной гримасой, какая в церковных скульптурах обычно выражает небесное блаженство. Чувствуется, что мужчин обуревает восхищение, которое им не терпится выплеснуть наружу, а в улыбках женщин есть что-то скользкое. Раздается голос Александра Дюма. Тотчас же наступает набожная сосредоточенность. Потом слышатся одобрительные смешки, ласковые аплодисменты, блаженные возгласы «Ах!». Начиная свою речь, Дюма сказал, что если двери академии сразу так широко распахнулись перед ним, едва он в них постучался, то объясняется это отнюдь не его заслугами, а фамилией, которые вы давно уже собирались воздать почести и искали лишь повода для этого, и которую вы можете теперь почтить только в моем лице. «Позволяя мне сегодня возложить своими руками венец славы на этого дорогого усопшего, вы оказываете мне самую большую честь, о какой я только мог мечтать, и единственную честь, на которую я действительно имею право». Воздав таким образом должное своему отцу, он перешел к своему предшественнику Пьеру Лебрену, поэту стиля ампир, напыщенному и жеманному, который в 12-летнем возрасте, в 1797 году, написал трагедию о Кориолане. Умер он в 1873 году, в возрасте 88 лет. Наполеон когда-то оказывал ему покровительство. Этот Ахилл мечтал иметь при жизни своего Гомера. Ему было суждено обрести его только после смерти. Комплимент Виктору Гюго. Великая литературная битва Элебрена была его драма «Сид-Андалузской». Однако победа так и не досталась ему. Несмотря на участие Тальма и Мадемуазель Марс, пьеса была сыграна всего четыре раза. Это послужило для Дюма поводом заговорить о другом «Сиде» — Корнелевском, отзывы о котором Ришелье требовал у Академии. Замешательство было велико. Вы были всем обязаны основателю Академии и опасались не угодить ему. Вам было известно, что он жаждет отрицательного отзыва. Но вы в то же время не хотели своим пристрастным суждением преградить дорогу тому, чей первый опыт был произведением мастера. Дюма спрашивал себя, за что Ришелье преследовал Корнеля. Из зависти к собрату по перу? Следует ли подобным толкованием принижать двух великих людей? Я убежден, что великий кардинал призвал к себе великого Корнеля и сказал ему, «Как? В то самое время, когда я пытаюсь изгнать и истребить все испанское, теснящее Францию со всех сторон, ты намеен прославлять на французской сцене литературу и героизм испанцев? Присмотрись к твоему Сиду. Да, с точки зрения драматической, это шедевр. С точки зрения моральной и социальной, это уродство. Какое общество смогу я основать, если девушки будут выходить замуж за убийцу своего отца, а командующие армией пожертвуют родиной, если их любовь останется без ответа? Ты в самом деле утверждаешь, что храбрость великого военачальника и судьба великой страны в большей или меньшей степени зависят от того, насколько сильно любит молодая девушка? Ступай, поэт, и опиши героев, достойных подражания». И тогда Корнель замыслил Горация, то есть антитезу Сиду, и эту трагедию он посвятил Ришелье. «К несчастью», продолжал Дюма, «Верх одержала идея Сида, а не Горация. В самом деле, все битвы, в которых сражаются герои наших произведений, ведутся ради обладания какой-нибудь хименной. Она награда победителю. Добившись цели, он женится на своей химене и счастлив. Тогда это комедия. Если ему это не удается, он приходит в отчаяние и умирает. Тогда это трагедия или драма. Театр становится храмом, где славят женщину. Там мы восхищаемся ею, жалеем и прощаем ее. Там она берет реванш у мужчины и слышит обращенные к себе слова, что, вопреки законам, которые созданы мужчинами, она царица и повелительница своего тирана. Все благодаря ей. Все ради нее. Да, господа. Такова наша слабость. Между нами и театральной публикой существует молчаливое соглашение, что мы будем говорить о любви. Жизнь, даруемая любовью, или смерть от любви, вот наша тема, всегда неизменная. И вот почему некоторые серьезные люди считают, что мы люди... Все мужчины на той стороне, то у нас есть могучий стихийный союзник. Женщина. Кто бы она ни была, девушка, любовница, супруга, мать, ей владеет один инстинкт, одна мысль, одно стремление. Любить. Вот почему она без ума от театра. Вот почему, завоевав женщин, мы уверены в успехе. Вот почему Корнель был прав, написав Сида, а Ришелье, как государственный деятель, был прав, когда выступил против него. Когда Грэз писал портрет Бонапарта, он предавал императору черты мадемуазель Бобюти. Дюмассын, намереваясь говорить о Лебрене, возвратился к своим излюбленным идеям. Он напомнил, что Лебрен в 1858 году, посвящая в академике Эмиля Ожье, сказал, «В театре появилась склонность реабилитировать некоторых лиц, изгнанных из общества, склонность, которую я столь же мало могу понять, как и разделить. Вошло в моду предлагать внимание публике павших и обесчащенных женщин, которых страсть обеляет и возвышает. Этих женщин возносят на пьедестал, а нашим женам и дочерям говорят, смотрите, они лучше вас». Это было недвусмысленное осуждение дамы с камелиями. Дюма-сын защищал творение своей юности. «Театр, сказал он, не создан для молодых девушек. Ни Агнеса, ни Джульетта, ни Дездемона, ни Розина не могут служить для них нормой поведения. И все же было бы весьма прискорбно, если бы из-за родителей, которые непременно желают водить своих дочерей в театр, не существовало бы ни Агнесы, ни Розины, ни Джульетты, ни Дездемоны. Одним словом, господа, это говорит вам человек театра, никогда не приводите к нам ваших юных дочерей. Я слишком уважаю их, чтобы позволить им слышать все, что я имею сказать. Я слишком уважаю искусство, чтобы низводить его до того, что им дозволено слышать. Так он взял некоторый реванш у своего предшественника. В конечном счете Лебрен не очень преуспел в театре. Не от того ли, что он слишком считался с условной моралью. Если быть откровенным до конца, господа, но я говорю вам это шепотом, то мы революционеры. Лебрен слишком мало доверял своему искусству, публике и себе самому. В этом причина его поражения и преждевременного отхода от театра. Да, господа, мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память писателя, которого нельзя назвать гениальным. Боже, упаси меня от того, чтобы не оказать ему должного уважения, а я поступил бы так, поставив его выше того, что он есть на самом деле, пусть даже только в академическом похвальном слове. Похвальное слово? Нет, то был смертный приговор, но он был встречен аплодисментами и восторженным топотом зала, опьяненного энтузиазмом. После короткого перерыва, говорит Ганкур, до ложи принцессы донесся скрипучий голос старика Досунвиля. И тут началась экзекуция посвящаемого со всевозможными приветствиями, реверансами, ироническими ужимками и злобными намеками, прикрытыми академической вежливостью. Господин Досунвиль дал понять Дюма, что, по сути дела, он ничтожество, что молодость он провел среди геттер, что он не имел права говорить о Корнеле. В его насмешках презрение к творчеству Дюма смешалось с презрением вельможек богеми. И, начиная каждую фразу с поношения, которое он выкрикивал звучным голосом, воздев лицо к куполу, жестокий оратор затем понижал голос и переходил на невнятное бормотание, чтобы произнести под конец фразы пошлый комплимент, которого никто не мог расслышать. Да, мне казалось, что я сижу в балагане и смотрю, как полишинель приседает в насмешливом реверансе, стукнув свою жертву палкой по голове. Должно быть, это впечатление было вызвано тоном речи, так как текст ее не кажется суровым. Граф Досонвиль прежде всего опроверг утверждение, что избрание Дюма в академию это дань его отцу. Мы не чувствуем за собой никакой вины по отношению к автору Антони. Не мы забыли его. Ваш знаменитый отец без сомнения получил бы наши голоса, если бы попросил их у нас. Что касается господина Лебрена, то его критика наверняка не была направлена против дамы с камелиями, ибо в 1856 году на заседании имперской комиссии он предложил присудить премию Дюма сыну как самому нравственному драматическому поэту своего времени. Лично он, Досонвиль, не боится в театре несмелых выпадов ни революционеров. Как это несправедливо обвинять ваши пьесы в недостатке морали? Я скорее сказал бы, что мораль у них бьет ключом. Что бы там ни было, вы, сударь, вправе сказать себе, что вы сделали все возможное, чтобы внушить женщинам сознание их долга и показать последствия их ошибок. Вы действовали убеждением и нежностью, но также огнем и железом. Поймите, однако, их смущение в последнем акте Антони любовник, дабы спасти честь Адели, закалывает ее, восклицая, она сопротивлялась мне, я ее убил. Вы говорите мужу недостойной супруге, убей ее немедля. Но как же так? Если все женщины должны погибнуть, одни за то, что они сопротивлялись, другие за то, что они этого не сделали, то их положение становится поистине трудным. Анрибек, не питавший особой склонности к Дюма-сыну, сказал об этом заседании, что это был прием Клавароша герцогам Деришелье, ибо у Дюма есть нечто от Клавароша, нечто от победителя и воина, любезного, блистательного, грубого и хвостливого. Выходя, Марселец Мэри заметил, разве это не забавно? Два человека обмениваются пулями, и вот один из них мертв. Они обмениваются речами, и вот один из них бессмертен. Мэрэ сказал, Дессанвель считает себя умным, потому что ему удалось жениться на мадемуазель де Бройль на условиях общности имущества. Парижские остроты. Глава четвертая. Площадь французского театра. Долгие годы Дюма хранил верность театру жимназ. Следом за французской академией его пожелал заполучить и французский театр. Он в одно и то же время хотел и боялся этого. Боялся. Ибо широкая, покрытая ковром лестница, швейцары с цепью на шее, по-монашески строгие билетерши, фойе, уставленные мраморными бюстами, придавали театру вид храма. Это был первый театр мира. Дом Мольера, Корнеля, Россина, Бомарше. Дюма считал более благоразумным дебютировать там посмертно. Хотел. Ибо дом был достославный. Классика служила для актеров этого театра постоянной школой мастерства, поддерживая их вкус и талант на очень высоком уровне. В другом месте отдельный одаренный актер, какой-нибудь Фредерик Хлеметр, какая-нибудь Мари Дорваль, Роза Шери или Эммеде Кле мог достичь совершенства. Но только в комедии францез была труппа, был выдающийся ансамбль, способный на несколько вечеров придать современной пьесе очарование классики. Подобно тому, как барон Тейлор, которому теперь было 85 лет, открыл некогда двери этого храма перед Дюма отцом, так другой генеральный комиссар Эмиль Перрен ввел во французский театр Дюма сына. Перрен был высокий худощавый человек, неизменно одетый в черный пиджак. В театре его можно было застать с часу дня до шести вечера и с девяти до полуночи. Он принимал людей с ледяной вежливостью. Из-за его необычайного косоглазия никогда нельзя было понять, куда он смотрит. Дебютант, поймав на себе косой взгляд Перрена, начинал нервно теребить галстук. «Что это вы делаете?» спрашивал Перрен. «Ведь у вас не в порядке ботинки». Его суровость порой оскорбляла, но он снял театр смелий. Он ввел абонементы на определенные дни, которые очень охотно раскупали, и возродил трагедию, пригласив Мунесюли. В его программу входило привлечь в комедии францесс современных авторов. «Сначала он предложил Дюма снова поставить полусвет. Потом, после блестящего успеха этой старой пьесы, потребовал у Дюма новую. Дюма дал ему иностранку. Еще одно воплощение апокалипсического зверя. Героиня, американка, миссис Кларксон. Будучи любовницей в конец разорившегося герцога де Сетмона, она ищет ему богатую невесту и встречает негацианта Мурисо, мультимиллионера, который предлагает герцогу свою дочь Катрину и значительное преданное. В первом акте Катрина дает благотворительный бал. У миссис Кларксон хватает наглости туда явиться, а у герцога хватает дерзости представить свою любовницу жене. С точки зрения Дюма, миссис Кларксон и герцог де Сетмон способствуют гибели общества. Герцог, существо бесполезное, вредоносное, должен быть убит. Это мера общественной безопасности. Муж миссис Кларксон, американец, стреляющий из пистолета так, как это умеют делать на Дальнем Западе, и совершают казнь. Таким образом, Катрина получает возможность выйти замуж за инженера Жерара, сына своей учительницы, которого любят с юных лет. Все к лучшему, благодаря лучшему из преступлений. Пьеса такая же странная, как сама иностранка. Негациант Морисо, который принес свою дочь в жертву снобизму, и Катрина, согласившаяся на эту сделку. Чем они лучше герцога де Сетмона? А этот последний, заслуживает ли он смерти? Он мог бы ее избежать, отвечал демокритикам в обществе, допускающим развод. Нерасторжимый брак обрекал недостойного мужа на гибель. Пусть палаты наконец дадут нам закон о разводе, и одним из непосредственных результатов этого акта будет неожиданное и полное преобразование нашего театра. Со сцены сойдут мольеровские обманутые мужья и несчастные жены из современных драм, ибо в условиях нерасторжимого брака было возможно лишь тайное мщение или публичное сетывание жены прелюбодейки. Если сгонореля действительно обманула жена, он с ней разведется. Антони больше не понадобится убивать Адель. Полковник РВ, узнав, что она изменила ему и ждет ребенка, вернет себе свободу и лишит ее своего имени. Клавдию уже не придется стрелять в Цезарину словно в какую-нибудь волчицу, и нам не понадобится привозить из Америки мистера Кларксона, чтобы избавить бедняжку Катрину от ее гнусного супруга. Наконец, эстетика театра переживет полное обновление, и это будет не самое малое из благ проистекающих из нового закона. Пресса негодовала. Сарсе задыхался от злости. Даже Ревюр де Демонт выпустила залп. Однако все эти неистовые нападки разожгли любопытство публики. Она толпой повалила в театр, где превосходно играли эту пьесу с блестящим диалогом. Комедия Францез предоставила новому автору свои лучшие силы. Герцогиню де Сетмон играла Софи Круазет, женщина редкостной гордой красоты, с рыжей шевелюрой, удлиненными раскосыми глазами, грубым, отрывистым голосом. У нее, говорил Сарсе, такая постановка головы, такие модуляции голоса, что она способна околдовать крокодила. Ее девиз гласил «До победного конца». Она окончила консерваторию, где ее преподаватель Брессан ради нее вскоре забросил всех остальных учеников ее класса. Получив ангажемент в комедии Францез, она привлекла множество зрителей на спектакль «Сфинкс» по пьесе октава Фейе, где с чудовищным натурализмом играла сцену агонии. Для этого она заставила себя наблюдать, как умирает собака, отравленная стрихнином. Казалось, что Софи Круазет самим провидением предуказана играть миссис Кларксон, но Перрен поручил эту роль «Сари Бернар» и уговорил Дюма дать Круазет роль Катрины. Зато долгое время, что шли репетиции, автор и актриса стали добрыми друзьями. Софи Круазет Дюма сыну Я считаю, что наше положение становится крайне тягостным. У меня совершенно такое же чувство, как если бы я находилась в зале ожидания и смотрела в окно на готовый к отправлению поезд. Мне хочется сесть в него, ведь я для этого и пришла на вокзал, и я не люблю ждать, но в то же время сердце у меня сжимается от того, что я вот-вот уеду, и впереди неведомое. И это неведомое для меня герцогиня. Скажите, что будет, если я сойду с рельс? Ах, боже мой, боже мой, что касается вас, то я хорошо вас понимаю. Все это вам безразлично. Пусть ваши несчастные паяцы волнуются, вы только смеетесь, упиваясь своей силой. Знаете же, я думаю о вас гораздо больше, чем вы о бедной круазет. актрисы актрисы считали Дюма очень сильным человеком, так как он держался от них на почтительном расстоянии. В 1879 году Поль Бурже, молодой 27-летний критик, рано завоевавший авторитет, который все возрастал, нанес визит Дюма сыну, собираясь писать о нем очерк. Он увидел человека могучей и великолепной зрелости, с плечами атлета и взглядом хирурга, с повадкой военному. Голубые на выкате глаза словно заглядывали в душу собеседника. Полю Бурже, одержимому психологизмом, он сказал, вы производите на меня впечатление человека, у которого я спрашиваю сколько времени, а он вынимает часы и разбирает их у меня на глазах, чтобы показать, как работает пружина. И он разразился звонким смехом. Знаменитый драматург и молодой романист стали друзьями. Супруги Бурже были приглашены в Марли. Дюма сын Полю Бурже Дорогой друг, получив ваше вчерашнее письмо, я послал вам телеграмму, где указал время отправления поезда 10 часов 5 минут. Но я не подумал, что для госпожи Бурже это слишком рано и лучше ехать поездом в 11 часов в 15 минут. Только желание скорее увидеть вас побудило меня совершить эту психологическую ошибку. Когда молодая женщина, живущая на улице Мосье и желающая позавтракать на лоне природы, имеет возможность выбрать один из двух поездов, которые отправляются с западного вокзала с интервалом в час, ее не заставляют ехать первым. Еще раз простите меня за это. Итак, если вы можете приехать, я буду встречать поезд, отправляющийся из Парижа в 11 часов 15 минут. Ваше письмо тронуло меня до глубины души. Я вас очень-очень люблю за ваш талант, за ваш характер. Все, что я говорил вам в прошлый раз, служит тому доказательством. Я опасался и не зря, ибо это едва не случилось, что могут задеть ваше писательское и человеческое достоинство. Что касается нас с вами, то мы никогда не поссоримся. Когда такие люди, как мы, любят друг друга, они не ссорятся. Нежно любящий вас. Он охотно завтракал также с молодым мапасаном, сожалея, что не ему довелось воспитать этот талант. Ах, если бы ко мне в руки попало такое дарование, я сделал бы из него моралиста. Флобер пытался сделать из него художника. Флобер, говорил Дюма, великан, который валит целый лес, чтобы вырезать одну шкатулку. Шкатулка превосходна, но обошлась она поистине дорого. Флобер в свою очередь ворчал. Господин Дюма метит в депутаты. Александр Дюма украшает газеты своими философскими сентенциями. В театре то же самое. Его интересует не самая пьеса, а идея, которую он собирается проповедовать. Наш друг Дюма мечтает о славе Ла Мартина или, скорее, о славе Равиньяна. Не позволять задирать юбки. Вот что стало у него навязчивой идеей. Очевидно, что морализующий пафос Дюма не мог не раздражать Флобера. Какова его цель? Исправить рот людской? Написать прекрасные пьесы или стать депутатом? Флобер с отвращением говорил о позах великого человека, о нотациях публики, от которых несет Дюма. Бурже был более проницателен. За менторским тоном он угадывал сомнения и глубокую усталость. Несмотря на успех своих пьес, Дюма не был счастлив. Его верный друг видел, как уходят друзья один за другим. Несчастный мастодонт Маршаль, потеряв поддержку Жорж Санд и чувствуя приближение слепоты, в 1877 году покончил с собой. Моралист, осуждавший Адюльтер, имел любовницу, красавицу Аттилию Флаго. В ее замок Сальнев возле Шатирион Сюр-Луэн в департаменте Луаре он частенько наезжал, чтобы поработать. Я полагаю, писал он капитану Ривьеру, что если в жизни есть какая-то видимость счастья, то это любовь. Только кто любит? У всех женщин теперь одинаковый почерк, одинаковый цвет волос, одинаковые ботинки и одинаковый телеграфный стиль в любви. Его враги говорили, что он самый аморальный изморалистов и называли его Дунайским Тартьюфом, что было совершенно несправедливо. Жизнь терзала его, как она поступает со всеми людьми. Княгиней овладевала все более черная тоска, у нее случались приступы отчаяния и ревности, граничившие с безумием. Тем не менее, каждое утро он заходил к ней в комнату, садился к ней на кровать и подолгу терпеливо с ней беседовал. Они давали обед для друзей, восседая за столом как хозяин и хозяйка. Горести его падчерицы Ольги печалили Дюма, который предвидел их, но не смог предотвратить. Невзирая на предостережение отчима и матери, Малоруссия, едва достигнув совершеннолетия, обвенчалась с неким охотником за преданным, расточительным и развращенным. От этого злосчастного брака родились две девочки, а отец семейства понемногу проматывал наследство Нарышкина. Ольга играла в жизни немало-немного роль принцессы Жорж или Катрины де Сетмон и без сомнения обогатила эти персонажи некоторыми чертами. Дюма Дюма выезжал в свет один. Он служил украшением салона госпожи Обернон охотница за львами, которая носила в волосах миниатюрный бюст Дюма наподобие диадемы. Госпожа Арман ДКВ, за брата которой в 1880 году вышла замуж Кулетто и из подволь подбиравшая знаменитостей для своего будущего салона видела в Дюма звезду первой величины. Он ходил также, как говорит Леон Доде, систематически принимать яд у принцессы Матильды в обществе Тена, Гонкура и Ренана. За столом он отпускал колючие словечки, сопровождаемые охами и ахами обедающих дам. Он разговаривал как персонажа его комедий. Некая наглая особа спросила его по поводу пьесы, в которой он изображал светских женщин. «Где вы могли их узнать?» «У себя дома, сударыня», отвечал Дюма. Какой-то скучный человек, которого Дюма прозвал «Индейской почтой» из-за то, что рассказом его не было конца, начинает очередную историю, потом останавливается и говорит «Простите, дальше не помню». На это Дюма со вздохом облегчения «Ах, тем лучше». Говорят о Дюрантене, чью пьесу Элоиза Паранке Дюма переделал. Кто-то спрашивает, кто он такой, этот господин Дюрантен? «Видный адвокат», отвечает Дюма, «и драматург в мое свободное время». Он рассказывает, что недавно встретил мадемуазель Дюверже, которую узнал «тридцать лет тому назад». «Да», заметил он, «она мне напомнила мою молодость, но отнюдь не свою». После такого фейерверка Вистлер говорил с сатанинским смехом, «он хочет подобрать гильзы, хе-хе-хе, но некоторые из них уже отсырели». Леон Доде, слегка раздраженный нападками великого человека на Адюльтер, находил, что в нем есть что-то от неудавшегося протестанта, но признавал за ним отвагу и независимость. Он не лизал пятки высокопоставленным лицам. Он твердо держался своей манеры углюмо принимать комплименты. В общем, несмотря на некоторые оговорки, которые можно сделать, у него было много обаяния. Это обаяние могущественно действовало на женщин. Он по-прежнему противился их домогательствам. С Леопольдом Лакуром, молодым преподавателем из Невера, написавшим очерк о его пьесах, он был откровенен. Дюма пригласил его к себе побеседовать. Лакур был очень взволнован встречей с этим истинным королем французской сцены. Я воспользовался пасхальными каникулами 1879 года, чтобы отправиться по его приглашению на авеню Вильяр 98, где у него был особняк средней величины, с виду весьма непритязательный, словно загородный дом среднего буржуа. Единственную его роскошь составляла довольно изрядная картинная галерея на втором этаже. Но в первое свое посещение я ее не видел и должен сразу же сознаться, что в тот день, когда он повел меня туда очень гордой своей коллекцией, мне понравилось в ней едва половина картин. Наряду с картинами, пейзажами и портретами бесспорной ценности, а именно, если мне не изменяет память после стольких лет, полотнами Теодора Руссо, Бюпре, Бонна, в большинстве своем там были вещи, ценные не сами по себе, а по стоящим под ними именам, которые высоко котировались во времена Второй империи. Они были не более чем любопытны, но сам он с той минуты, как мы с ним остались с глазу на глаз в его рабочем кабинете, где вместо каких бы то не было украшений, над обыкновенным черным бюро висела прекрасная картина Дубиньи, сам он восхитил меня необыкновенно. Я никогда не видел его раньше, высокой, широкоплечий, очень стройный, он выглядел величественно, вьющиеся волосы с едва заметной проседью, ему было всего 55 лет, обрамляли лицо властителя, лицо, о котором я уже писал и которое в такой мере способствовало его репутации гордеца. Впрочем, никакого сходства с отцом, его незаконно рожденный брат-гигант Анри Бауэр, вот кто позднее явил мне живой портрет автора Монте-Кристо. После новых изъявлений, благодарности, без всякой лести, он расспрашивает меня о моей преподавательской работе, о любимых книгах. Затем вдруг к моему изумлению задает вопрос, известно ли вам, почему Иисус завоевал мир? Прежде всего, осмеливаюсь я возразить, он завоевал не весь мир, а только его часть. Пусть так, но эта часть как раз и представляет наибольший интерес с точки зрения современной цивилизации. Итак, я повторяю свой вопрос. «Да потому, что Иисус был распят за проповедь своего учения о бесконечном милосердии и всеобщей любви? Несомненно, но главным образом, потому что, проповедуя любовь, он умер девственником. Дюма был одержан идеей, я не знал этого, написать пьесу под названием «Мужчина-девственник». Лучшая из женщин, самая преданная, рано или поздно причинит вам посильное зло. Госпожа Литре, святая женщина, ждала сорок лет. К смертному ложу атеиста, которого она боготворила, она привела священника, и тот покрыл бы имя Литре позором, вернув его в лоноцеркви, если бы удалось обмануть общественное мнение. Существуют Далилы исповедальнее Далилы Алькова. Непобедим только мужчина-девственник. Вот почему я повторяю вам, если бы Иисус не умер девственником, ему не удалось бы покорить мир. Мужчина-девственник. Дюма давно мечтал об этой пьесе. «Я вложу в нее всего себя», сказал он Леопольду Ла-Куру. Всего себя, подумал тот, для самоочищения, но не подвергается ли искушению сам очищающийся. На деле Дюма любил и боготворил то, что на словах предавал Анафеме, поэтому он был любим столькими женщинами. Удивительное зрелище являл собой этот драматург, выступавший перед актрисами в роли прорицателя. Зрелище, в общем, трогательное, ибо, чтобы не пасть, он вынужден был читать проповеди самому себе. В зрелые годы Дюма сын беспрестанно возвращается к теме «Мужчина, бегущий от искусительницы». Существует любопытная коррекция его писем к неизвестной грешнице. Начинается она с ответа на просьбу устроить ангажемент. «Мое дорогое дитя, я ничего не могу сделать для вас во французском театре. Вот уже два года, как я добиваюсь суперэна ангажемента для одной актрисы, который рассчитывал получить без всякого труда, но до сих пор так и не получил. Я больше не могу и не хочу у него ничего просить». Засим следует прекрасное письмо о мадемуазель Делапорт, очаровательной и скромной инженю, одной из ближайших приятельниц Дюма, которую почему-то считали его любовницей. Мадемуазель Делапорт имеет полное основание так говорить обо мне. Это женщина, которую я, несомненно, уважаю больше всех других. Я не встречал женщины более примерной, более достойной, более мужественной. Мы питали друг к другу очень большую привязанность и очень высокое уважение. Каких только отношений нам не приписывали, но ничего подобного не было, и я рад, что люди заблуждались. Вообще, мнение о том, что для действительного обладания женщиной необходимо обладать ею физически – одно из великих человеческих заблуждений. Как раз наоборот, материальное обладание, если только оно не облагорожено и не освящено браком, взаимными обязательствами, семьей, несет в себе причину и зародыш взаимного отталкивания. Правда, при сближении одних только душ не бывает опьянения, но нет также и пресыщения и впечатления, возникающие при этом такие чистые и свежие, что они, так сказать, не дают физически состариться двум людям, их испытавшим. Этот портрет по мысли Дюма должен был служить образцом для грешницы. Но какая женщина согласится признать, что другая достойна подражания? Грешница дала понять, что ей скучно, что любовник, а в особенности знаменитый любовник, мог бы вдохнуть в ее жизнь дыхание романтики. Ее поставили на место. Я много изучал жизнь. Знаю ее не хуже, а, быть может, и лучше других. Результат моих наблюдений таков. Самые большие шансы на счастье таит в себе добро. Вы материально независимы. Пользуйтесь этим. Вы питаете ко мне доверие. Это единственное слово, которое я в моем возрасте могу употребить. Вы называете это любовью, потому что вы женщина, вы молоды и восторжены. А так как вы восторжены, молоды и вы женщина, то вы способны понять что-либо только через любовь. Все, что есть у вас хорошего и чему никто не нашел применение, открылось мне по первому моему зову, искреннему и доброжелательному, и за это вы благодарны мне настолько, что полагаете, будто никого кроме меня не любили. А я должен воспользоваться этим, чтобы попытаться сделать вас в будущем более счастливой, чем вы были в прошлом, и если мне это удастся, разве не все средства окажутся хороши? Доброй ночи, мадемуазель, спите спокойно. Она упрекала его, что он внушил ей любовь к себе, он оправдывал это тактическими соображениями. Прежде прежде всего надо было привлечь к себе эту душу, внушить ей доверие. А единственным средством, которым он располагал, чтобы воздействовать на женщину в вашем положении, была любовь. Женщины лучше поддаются впечатлению, чем доводам рассудка. Лучшая политика по отношению к ним это внушить любовь к себе. Стоит им только полюбить, как они готовы все понять, ибо человек, которого они любят, в их глазах соединяет в себе все обаяние и весь ум. Это приключение кончилось так же, как история с несчастной Декле. Грешница, разочарованная сопротивлением своего кумира, отдалась недостойному Фату, продолжая по ее словам любить Дюма. Моралист произнес над этой любовью суровое надгробное слово. Старая пословица гласит из мешка с углем не достанешь муки. По отношению к вам это значит нечего сразу ждать любви, добродетели, верности, искренности и платонических чувств от женщины, которая целых пятнадцать лет жила так, как вы. В такой жизни некоторые стоны души неизбежно глохнут. Вы жертва вашей семьи, если такое можно назвать семьей, вашего происхождения, вашего нездорового воспитания, вашей развращенной среды, жертва неудачной первой любви, продажной любви в дальнейшем. Поскольку вы лучше большинства окружающих вас женщин, поскольку у вас еще осталось немного души, вы прилагали немалые усилия к тому, чтобы вылезть из той грязи, в которой вы увязли. Высоко над вершиной горы виднелся клочок голубого неба, но чтобы взобраться на эту гору в одиночку, у вас не хватало сил. Женщина ни на что не способна, пока у нее нет партнера. В лице одного из наших собратьев вы обрели спасителя спутника. Он, конечно, женился бы на вас или хотя бы удержал возле себя, но вы ухитрились скомпрометировать себя с комедиантом, с фигляром, и ваш спаситель покинул вас. Вы пали снова. Ваше сердце, которое еще не до конца отвращено, и чувство собственного достоинства, которое иногда пробуждается у вас, в равной мире страдают от этой связи, а ваше несчастное тело, служащее во всех этих перипетиях полем битвы, страдает в свою очередь. Вы зовете на помощь напрасно, на дороге больше нет ни одного прохожего. Сделайте огромное усилие, спасайте себя сами, ибо если вы опуститесь и на сей раз, вы безусловно пойдете на дно, туда, где тина. Если у вас не хватает мужества посвятить себя работе и ребенку, не вашему ребенку, если у вас в самом деле есть мистические склонности, бросайте все и отважно идите в монастырь, будьте лавальер от сцены, это место еще свободно. Последний листок этой переписки содержат соболезнующие слова, которые дюма адресует грешница в связи с каким-то несчастьем. Я никогда не верил в вашу любовь, я никогда не сомневался в вашем сердце, поэтому я глубоко сочувствую вам в постигшем вас горе. По сути дела, он мало изменился со времен дамы с камелиями. Да и меняемся ли мы вообще? Часть десятая Занавес Бог придумал начало. Он сумеет придумать и развязку, и вряд ли она окажется в духе анисе-буржуа. Дюма сын письмо Конри Ривьеру Глава первая На покое До последнего года своей жизни Дюма отец ни разу не почувствовал себя старым. Ни как писатель, ни как любовник. Дюма сын, еще не достигнув шестидесяти лет, начал поговаривать об уходе на покой. Уже в предисловии киностранки он выражал грусть и разочарование. С годами писал он по мере того, как драматург обогащается знанием человеческого сердца, его почерк теряет живость, яркость, энергию. Нам хочется тогда все глубже проникать в характеры и анализировать чувства. Мы часто становимся тяжеловесными, непонятными, напыщенными, утонченными, скажем, без обиняков скучными. Когда драматург достигает определенного возраста, увы, этого самого, в каком я нахожусь сейчас, лучшее, что он может сделать, это умереть, как мольер, или отказаться от борьбы, как Шекспир и Ротин. Это дает возможность хоть в чем-то уподобиться великим. Театр можно сравнить с любовью, он требует хорошего настроения, здоровья, силы молодости. Стремиться быть неизменно любимым женщинами или обласканным толпой, значит, подвергать себя самым горьким разочарованием. Мрачная мудрость. Уходить на покои тягостно и далеко не всегда благотворно. Дюма перестал писать предисловия, но заменил их открытыми письмами Альфреду на Кэ о разводе или Дюставу Риве об установлении отцовства. Вопреки своему решению, он вновь обратился к драматургии, написав в 1881 году багдадскую принцессу. Пьеса имела посвящение моей любимой дочери, госпоже Колетте Липман. Будь всегда порядочной женщиной, это основа основ. Мысль верная, стиль плоский. Примечание. 2 июня 1880 года Колетта Дюма вышла замуж за Мориса Липмана 1847 1923 годы, брата госпожи Арманда Каеве, урожденной Леонтины Липман 1844 1910 годы. От этого брака у нее родились два сына, которые еще живы, Александр и Серж Липман. 25 мая 1892 года Колетта разошла с мужем. 2 октября 1897 года она вторично вышла замуж за румынского врача Ашиля Матца. 1872 1937 годы. Премьера пьесы вызвала большой шум. Пресса была неблагоприятной. Дюма объяснял неудачу политической неприязнью. Ему день не могут простить его писем о разводе. Может быть, в этом действительно заключалась одна из причин возмущения светского и буржуазного общества. Но главной причиной было другое. Багдадская принцесса страдала той нереальностью, которую сам Дюма так осуждал в творчестве стареющих писателей. Где и когда существовал на боб подобный Нурвадей. Этот Антони миллионер казался более старомодным, чем Антони, созданный полвека назад. Разве какая-нибудь женщина когда-либо произносила такие слова, как Леонетта де Юн, как дочь багдадского короля и мадемуазель Дюрантан. Связь с действительной жизнью оказалась нарушенной. Лучшие пьесы Дюма были автобиографическими, дамы с камелиями, Диана де Лис, полусвет, внебрачный сын, блудный отец, были основаны на воспоминаниях. Несомненно, что Маргарита Готье, Баронесса Данж, как и всякий драматический персонаж, которому суждено жить на сцене, представляли собой не портреты, а упрощенные фигуры, четко определенные типы. Иногда они были плодом непосредственных наблюдений. Леонетта де Юн, так же, как мисс Кларксон, иностранка, была уже не типом, а символом, аллегорией. Как мог Дюма, ясно сознавая всю опасность такой ошибки, все же допустить ее? «Достигнув определенного возраста или, скорее, определенного успеха», писал Фердинанд Бюллеттьер, «многие авторы изолируют себя от окружающего мира, перестают наблюдать и смотрят уже только в самих себя. Они покончили с тем, что Геоте называл «годами учения». Они дают волю фантазии». Автор «Багдадской принцессы» дал волю фантазии. Однако фантазия плохо развивается в пустоте. Так же, как кантовской голубке, для полета ей необходимо сопротивление среды. Что знал, достигнув зрелого возраста этот король сцены? Литературный мир и высший свет, ничтожная часть Парижа, общество изысканное в пороке, и утонченности. Литература, создаваемая писателями этого мирка, есть не что иное, как коллекция патологических случаев. Ничего по-настоящему здорового и по-настоящему простого. В «Багдадской принцессе» вновь заслучали навязчивые идеи Дюма, те же, что в свое время подсказали ему, не имевшую успеха иностранку, преклонение, смешанное со страхом перед разлагающей властью денег, преклонение, смешанное с ужасом перед властью женщины. Но идея бессильна породить живые существа. Барбе до Ревельи сурово осудил багдадскую принцессу. Пьеса провалилась, как будто написал ее не господин Дюма. Вещь столь же удивительная, как если бы с потолка театрального зала свалилась люстра и разбилась в дребезги. На следующий вечер на абонементном спектакле провалившаяся пьеса так и не нашла костылей, чтобы подняться. Не означает ли это конец некоего царства вне? По праву или не по праву общественное мнение сделала из господина Дюма маленького драматического Наполеона нашей эпохи, тоскующей по своему Наполеону. Я, конечно, не говорю, что багдадская принцесса и его битва при Батерлоу, но это его прощание в Фонтеблоу. После этого провала Дюма долгое время хранил молчание. За четыре года из-под его пирани вышло ни пьесы, ни романа. Жил он по-барски зимой на авеню Вильер, летом в Марле в имении Шанфлур, которая предоставила ему в пользование старейший друг его отца Адольф де Левен, собираясь со временем завещать его Дюма. Он приобретал картины, подобно Виктору Гюго, собирал у себя элиту своего времени, а также писал своим официальным почерком, унаследованным от отца, бесчисленные письма. Письма, интересные своей откровенностью и высокомерным тоном. Это был Юпитер, громыхавший со своего Олимпа. Неизвестному писателю. Мой дорогой собрат, я не мог бы объяснить тебе ваше письмо, не зная, что бедность обидчива. Вы бедны, вы трудолюбивы, у вас в тысячу раз больше достоинств, чем у некоторых людей, которые преуспевают. Поэтому у вас есть все основания удивляться, обижаться, даже жаловаться, когда кто-либо из ваших счастливых собратьев, богатый, преуспевающий, по всей видимости, избегает вас и не делает для вас того, что, по вашему мнению, обязан был бы сделать, что было бы естественно от него ждать. Дело обстоит именно так, не правда ли? Теперь соблаговолите войти в мое положение. Таких писем, как ваши, я получаю без преувеличения от 40 до 50 в месяц. Вы не единственный в мире человек, кому приходится работать, ждать, чей талант пропадает в туне, вы не единственный, кто обращается ко мне. Если я отправляюсь на два дня на охоту, то, смею вас заверить, я это честно заслужил. Какой помощи хотите вы от меня? Чтобы я предложил французскому театру или еще какому-нибудь театру поставить одну из ваших пьес? Знаете, что мне ответит? Вы считаете ее хорошей? Да. Ну что же, тогда поставьте под нею свое имя. Мы немедленно ее сыграем. Однако ни вы, ни я не хотим, чтобы я ставил под нею свое имя. Вы хотите побеседовать со мной? Я не желаю ничего лучшего. Назначьте день, час, я буду вас ждать. Что еще? Скажите, чего вы хотите от меня? Я готов это сделать. Я сделал бы для вас все, если бы во всем мире были только вы да я, и если бы мир принадлежал мне, я с превеликим удовольствием отдал бы вам пол мира, даже три четверти его. Но существуют другие люди, и у других людей есть свои интересы, свои пристрастия, свои заблуждения, свои привычки. Над другими я не имею никакой власти. Все, что я сам в силах сделать, я делаю, но я не люблю и не хочу получать отказ, даже прося за другого. Написано «Не безвезящество лучше, чем багдадская принцесса». А вот письмо журналисту монархистского толка, которого шокировала пьеса, написанная Дюма с сыном, по мотивам романа Жозеф Бальзамо «Дюма отца». Пюи, 24 сентября 1878 года. «Мы живем в такое время, когда никто не может сказать правду, не рискуя оскорбить убеждения какой-либо группы. Поскольку мы живем в республике, в настоящее время среди роялистов принято считать, что все монархи были ангелами, даже Людовик XV. Нашлись люди, заявившие мне, что госпожа Дюбари была очень хорошо воспитанной особой, и что, приписывая несколько скабрезные слова этой женщине, говорившей королю Франция, «Твой кофе сбежал ко всем чертям», а госпоже Де Лавальяр, когда последнее после восшествия на престол Людовика XVI принесла ей приказ об изгнании чертовски скверное начало царствования, нашлись люди, заявившие, что я оклеветал эту бывшую публичную девку, о которой так замечательно сказал Ла Мартин. Так умерла эта женщина, обесчестив одновременно ей трон и эшифот. Что я, по-вашему, должен ответить на это? С одной стороны, нарисовав Жильбера, я оклеветал народ, добрый народ, который, убив госпожу Де Ламбаль, тут же отрубил ей голову и надругался над останками. В настоящее время считается также, что все люди из народа, поскольку все они избиратели, тоже ангелы, всеобщий рай. Другие заявили, что, изобразив Марата и приписав ему слова, которые я, кстати, заимствовал из романа, ибо в конце концов пьеса написана по книге, которая принадлежит не мне, я призывал к организации коммуны. Все мы в настоящий момент ходим на голове ногами кверху. Что я могу поделать? Это пройдет. Следующая революция восстановит равновесие, отрубив ноги вместо голов. Моей стране, чтобы быть счастливой, достаточно всеобщего избирательного права, речей гамбетты и корневельских колоколов. Я не восстаю против этого и не претендую на то, чтобы развлекать ее моими пьесами, романами и идеями. Когда Наке провел в палате закон о разводе, которого так долго ждал и добивался Дюма-сын, сенатор от Воклюза в письме, опубликованном газетой Вольтер, призвал Дюма отдать свои симпатии республике, которой Франция обязана такой важной реформой. Но писатель упорно держался за свою независимость. Я никому не давал никаких обязательств. Я не принадлежу ни к какой партии, ни к какой школе, ни к какой секте. Не поддерживаю ничьих чистолюбивых замыслов, ничьей ненависти, ничьей надежды. Вы, Сударь, один из тех людей, которые особенно ратовали за всеобщую свободу. Можете быть горды и счастливы, я обладаю этой свободой, полной, окончательной, неприступной, и каждый мог бы обладать ею, как я, без прокламации, без шума, без мятежей и насилия. Для этого требуется ни много ни мало труд, терпение, уважение к себе и к другим. Он не верил в политические этикетки и отказывался носить на себе какую-либо из них. Что касается правительства, которое будет управлять нашей страной, то меня мало заботит его название и его структура. Пусть оно будет каким хочет или каким может быть, лишь бы оно сделало Францию великой, почитаемой, свободной, единой, покойной и справедливой. Если республика достигнет этого результата, я буду с республикой и готов поручиться, что в этом случае на ее стороне окажутся все честные люди. И в этом он был искренен, хотя в глубине души и сожалел о мире Второй Империи, который был миром его юности. Глава Вторая Дениза Атлетическая фигура Дюма, его суровость, его слава, память о даме с камелиями, романтический брак с русской княгиней, все это продолжало притягивать к нему женщин, искавших общение с писателем. Среди них одной из самых интересных была Адель Косен, очень богатая коллекционерка, которая жила на Тельзитской улице в особняке с четырьмя фасадами из сотней окон, смотревших на триумфальную арку, особняке, заполненном произведениями искусства. Ей суждено было вдохновить Дюма на создание новой пьесы. Он вернулся в театр. Адель Косен, которую чаще называли Кассен, дочь красильщика, родилась в Коммерси в 1831 году и в юности была чтицей у одной знатной сицилианки. Как подлинная героиня Дюма-сына, компаньонка забеременела от старшего из четырех сыновей семейства Мунфорте, потомка того Мунфора, которого Карл Анжуйской привез с собой в Сицилию в XIII веке. На время родов она укрылась в родной Мёзе, и там появилась на свет девочка Габриэль. Тогда-то и началось существование госпожи Кассен, женщины умной, честолюбивой и очень красивой. Банкир Эдуард Делессер, кое-кто из Ротшильдов и основатель галереи Жорж Петти дали ей возможность приобрести один из прекрасных маршальских особняков между Елисейскими полями и площадью звезды. Там она собрала свою знаменитую коллекцию картин, где кроме работ итальянских и испанских мастеров были Каштановая аллея Теодора Руссо и Соломея Анри Ренё. Портрет Самой Адели в атласном платье цвета слоновой кости и портрет ее дочурки с распущенными волосами были подписаны именем Гюставо Рикаро. Примечание. Эти две картины были переданы в малый дворец маркизам Мандольфа Каркано. Каштановая аллея Руссо находится в Лувре, Соломея Ренё, в Нью-Йоркском музее Метрополитен. Госпожа Кассен не была баронессой данж. Она вела жизнь, по видимости, безупречную. У нее обедали люди из высшего света, правда, они не приводили на Тельзитскую улицу своих жен. Министры республики, например, Гамбетто и Рибо, художники, например, Гюстав Доре и Леон Бонна были ее друзьями. Она добилась того, что некий благонамеренный бордосец, носивший полуаристократическое имя, узаконил ее дочь, и в 1869 году госпожа Кассен выдала ее замуж за графа Руджиеро Монфорте, самого младшего брата ее собственного бывшего любовника, который теперь стал герцогом Лаурита. Таким образом, Габриэль в замужестве обрела то имя, которое должна была носить по рождению. Получив богатое преданное, она поселилась во Флоренции и почти порвала со своей матерью, которая сама дала себе прозвище Матери Гурио. В 1880 году госпожа Кассен познакомилась с Дюма, чьи пьесы она давно любила. Они беседовали о живописи. Она показала Дюма свою галерею, он ей своего, Майсунье, Маршаля и Тессера. Он очень носился с этим художником, который в 1874 году покончил с собой, будучи всю свою жизнь живописцем слез, как бы грезом во вкусе Дюма. Полотна октава Тессера назывались несчастная семья, старый музыкант, две матери. В течение второго периода своего творчества он писал обнаженных женщин, купающаяся Сусанна, купающаяся Диана. Самоубийство повысило его престиж. Дюма сын, который купил для него навечно участок на кладбище Монпарнас, с гордостью заявлял «У меня сорок полотен Тессера, в их числе его автопортрет более прекрасный, чем прекраснейшие вещи Жиреко». На авеню Вильер одна большая комната, все четыре стены, была расписана Тессером. Дюма чрезвычайно этим гордился. После визита к Дюма Адель Кассен отправила ему картину Тессера и свое первое письмо. «Позвольте мне положить эту вещь к вашим ногам. Она принадлежит вам по праву. Весь Тессер должен быть у вас». Она добавляла, что не решилась принести картину сама. «Мой нотариус донес бы на вас моим наследникам, а герцогам де Монфор люба все, что принадлежит мне». Дюма хотел в свою очередь преподнести дарительнице какую-нибудь картину. Она воспротивилась. «Прошу вас, не поцелайте мне никаких картин. Прошу вас, оставайтесь для меня тем же, кем вы были до сих пор, человеком, который ничем не обязан мне, а которому, напротив, я обязана пережитыми волнениями. Как это плохо, что вам ничего не надо от меня, чем я заслужила такую суровость. Уделите мне хотя бы одну стотысячную долю вашей дружбы, и это будет для меня щедрым даром». Несколько дней спустя она писала, «Вы, сударь, самый справедливый и уравновешенный человек из всех, кого я знаю, а главное, вы тот человек, которого я уже сильно люблю». Потом она разоткровенничалась, «Это будет благословение Божье, если вы уделите мне частицу вашей дружбы, мне, женщине, которая всегда внушала мужчинам лишь то, что вы называете любовью. Мне кажется, только я одна никогда не знала того, что испытывают другие женщины, как следом за любовью приходит дружба. Я всегда вижу, как самые преувеличенные и фальшивые чувства сменяются ненавистью. Трудно представить себе, какую необычайную привязанность может внушить богатая женщина. Прошли годы, я успела стать бабушкой, а вокруг меня по-прежнему разыгрываются все эти комедии, делающие мою жизнь до крайности печальной и пустой, ибо в основе ее нет искренности. Мне бы ничего не стоило считать себя счастливой, если бы я послушала тех, кто уверяет меня, будто деньги дают все. Господь Бог, создавая меня, сказал, «Ты будешь богата, все твои начинания ждет успех, тебе будет нечего желать, но сверх этого ты не получишь ничего». Вот вам, сударь, совершенно интимное письмо. Госпожа Кассен просит у вас прощения за него. Она вроде тех замерзших растений, что жаждут капельки тепла. Ей не повезло. Она встретилась с человеком, который обладал достаточной мерой тепла, но кичился тем, что не передает его другим. Напрасно рассказывала она ему о своих страданиях, страданиях матери Горио и описывала жестокость Габриэли. Дюма впирял в нее свои стальные зрачки, которые, как она говорила, насквозь пронзали душу. Позднее он сказал ей, что ответственность за воспитание дочери несет она одна. «Вы больно хлещите, когда беретесь за это дело», ответила она, но, как все другие, униженно покорялась. Аделька Сен Дюма сыну «Через несколько дней я уезжаю в Беоритс. Вы будете очень любезны, если напишете мне, как ваше здоровье, а также скажете, что за все это время вы не забыли меня. Вы знаете, что нужны мне. Вы могучее дерево, на которое я теперь опираюсь. Не оставляйте меня, это было бы поистине слишком печально. В великом одиночестве моей жизни в настоящее время вы все. Я знаю, что в наших отношениях нет ничего от секса, но я все-таки женщина и нуждаюсь в вашей защите, чисто моральной». Она описывала ему своих многочисленных поклонников. В 50 лет она была еще достаточно богата и красива, чтобы привлекать их. Лорд Паулет, шестой граф Паулет увез ее в Химтон Сент-Джордж, графство Соммерсет-Шир, где у него был замок и поместье площадью в 22 129 акров, приносившее ежегодный доход в 21 998 фунтов стерлингов. Этот благородный лорд представил Адель своей матери и всему дворянству графства и умолял очаровательную француженку выйти за него замуж. Он дважды овдовел, обе его графини умерли молодыми. Госпожа Кассен рассказала Дюма об этой победе, хотя она и благодарила его за то, что он не ухаживает за ней. Она показывала бешеную ревность к госпоже Флаго. Примечание. Отилия Гиндли вышла замуж за художника Леона Флаго. У госпожи Флаго женщины бесспорной скульптурной красоты был длинный нос. Ее прозвали дочерью Венеры и Полишинеля. Он резко выговаривал ей за чрезмерную чувствительность. Она возмущалась цинизмом, который он выставлял на показ. 20 сентября 1881 года. Неужели вы можете говорить подобные гнусности? Любовных огорчений не бывает. Вот опять что-то новое и вам придется взять на себя труд объяснить мне это. Я вам поверила с грехом пополам, когда вы написали мне, что не бывает моральных страданий. Это может показаться истиной, потому что вы прибавили к этому бывают только органы, неспособные переносить боль и так далее. Но заявить, что не бывает любовных огорчений такое варваричество, сказал бы герцог Ассуна. И это говорите вы, и вы смеете говорить мне? Либо вы смеялись, когда писали мне это, либо вы были до сего времени счастливейшим из счастливых. Как? Вы никогда не знали сердечных мук? По правде говоря, он знал их, но гордость заставляла его их подавлять. Он хорохорился, чтобы не впасть в отчаяние. Они долгое время оставались друзьями. Аделе были известны нелады в семействе Дюма, капризы княгини, которую она так же, как когда-то Жорж Санд называла особой, постоянной угрозой свихнувшейся на день покончить с собой. Быть может, Аделе уже несколько лет лелеяла мечту занять место особо в жизни Дюма, но он развеял все ее иллюзии. Тогда она стала подумывать о браке с герцогом де Монфором, которого настоятельно требовала ее дочь Габриэль. Коммерси, 6 мая 1886 года. Я ищу путь, который вывел бы меня из этого печального положения. Я вижу только одно средство. Перестроить свою жизнь на совершенно новый лад, выйти замуж за герцога, если он еще желает этого. Ведь я уже много лет вожу его за нос. Быть может, тогда я обрету покой, потребный моему несчастному измученному сердцу. Дюма резко порицал ее. «Бронзовые двери высшего света», сказал он, как выразился бы Оливье Дежален, «окажутся закрыты перед вами». Она незамедлительно ответила, «Отель Кайзергоф Киссинген». «Сдается мне, что вы поставили себе целью унижать меня в моих собственных глазах». «Ах, как вы жестоки!» «Разумеется, мне не чужд дух смирения, он был у меня всегда. Однако вы заходите слишком далеко». «Я буду герцогиней, говорите вы, только для моих поставщиков и слуг. Подобную вещь могла бы сказать тебе я, но зачем вы говорите мне это с такой жестокостью? Для моих внучек я наверняка буду герцогиней Демонфор, а это все, на что я могу трезво рассчитывать в этом мире. Если бы дядей моих дорогих девочек был какой-нибудь Жак или Жан, я испытывала бы те же чувства. Он в такой же мире был бы корнем дерева, под сенью которого я должна укрыться. Но он ведет свой род от плантагенета. Вы считаете, что я поступлю глупо, выйдя за него замуж? Надеюсь, что мои внучки будут другого мнения. К своей незамужней бабушке они не придут никогда, а к супруге своего дяди герцога побегут бегом. Возможно, что мое теперешнее положение внушает мне иллюзии. Очень возможно также, что вы из дружбы ко мне сгущаете мрачность того будущего, которое я себе уготовила. Но если я и заблуждаюсь, твоими простительной цели, и если на меня обрушатся все эти несчастья, которые вы предрекаете, то никто не будет страдать от них, а чтобы утешиться, мне достаточно будет вспомнить последние недавно пережитые мною годы и убедиться, что все еще обернулось к лучшему. Госпожа де ла Вольер говорила, «Если в монастыре кормили, так я буду чувствовать себя несчастной, мне понадобится только вспомнить, сколько страданий причинили мне все эти люди». Как же вы не понимаете этого и не помогаете мне своей дружбой, коль скоро вы питаете ко мне дружбу? Что же это за дружба, если она отказывает мне в утешении? Авторитет Дюма взял верх. Госпожа Кассен не вышла замуж за герцога. Тем не менее, Дюма отчасти вдохновленный воспоминаниями своей приятельницы, хотя после багдадской принцессы он и поклялся порвать с театром, написал наконец новую пьесу. Дениза, которую отдал в комедии францесс. Клятвы драматурга стоят не больше, чем клятвы пьяницы. Сюжет? Вариант взглядов госпожи Обре. Молодая служанка, соблазненная сыном своих хозяев, родила ребенка. Ребенок этот умер. Это обстоятельство хранится втайне и известно оно только родителям Дениза Брессо. Через несколько лет ей случилось полюбить порядочного человека Андре де Бардан. И он полюбил ее. Она честно и откровенно рассказывает ему о своей ошибке. Он женится на ней. Развязка, которая в 1885 году казалась чудовищной дерзостью. В комедии французе Дениза была поставлена очень хорошо. Совсем юная актриса Юлия Барте продемонстрировала в спектакле высокое и трогательное благородство. Вормс наделил Бардана своим красивым голосом. Коклен и Го оставались Кокленом и Го. Блан Шпьерсон, покинувшая жимназ, показала себя достойной своих новых товарищей. Публика приняла спектакль куда более благосклонно, чем «Багдадскую принцессу», потому что эта пьеса была более человечна и потому что, так объяснил бы Дюма, моралист на сей раз решал конфликт в пользу женщины. Граф Примоли старый друг автора писал в одном из итальянских журналов «Дама с камелиями» произведение молодого человека, Дениза произведение зрелого человека. Пьесы эти между собой никак не связаны, но, быть может, для того, чтобы понять Денизу, надо было полюбить Маргариту. А главное, для этого надо было быть сыном одной Денизы, побежденной, не сумевшей начать свою жизнь заново, и поверенным другой Денизы, победившей и все же отчаявшейся. Успех был такой блестящий, какого, по словам Перрена, комедии францесс, не знала в течение тридцати лет. Во время последнего действия публика рыдала. Каждый раз, как давали занавес, Дюма вытаскивали на сцену и устраивали ему овацию. Президент республики Жюль Греви пригласил его в свою ложу, чтобы поздравить. После спектакля автор поехал ужинать к Бребану со своей дочерью Колеттой, зятем Марисом Липманом и своим другом Анри Каеном, который крикнул, садясь в фиакр, «Хучер! В Пантеон!» На Дин Дюма, вынужденная по нездоровью остаться в Марли, получила 28 телеграмм, в которых ей после каждой картины сообщались впечатления публики. Министр почт Кошери приказал не закрывать телеграфа. Премьера пьесы Дюма стала событием национального значения. Глава третья. Здравствуй, Папа. В 1880 году был организован комитет под председательством Адольфа Делевена для сооружения на площади Мальзерб памятника Дюма отцу. Но публика выказала себя неблагодарной по отношению к писателю, который так сильно и так долго волновал ее чувства. Подписка не оправдала ожиданий. Тогда Гюстав Доре великодушно предложил свой труд в дар и создал проект монумента, до воплощения которого он к несчастью не дожил. Доре умер незадолго до торжественного открытия памятника, состоявшегося 3 ноября 1883 года. Гюстав Доре вдохновил сон Дюма отца, когда-то рассказанный им сын. Мне приснилось, что я стою на вершине скалистой горы, и каждый ее камень напоминает какой-либо из моих книг. На вершине огромной гранитной глыбы, точно такой, какую он видел во сне, сидит, улыбаясь, бронзовый Дюма. У его ног расположилась группа студент, рабочий, молодая девушка, навеки застывшая с книгами в руках. С другой стороны, присев на цоколь, несет караул Д'Артаньян. Дюма сын с глазами полными слез слушал речи ораторов, сидя рядом с женой и двумя дочерями. Жюль Кларетти сказал, «Говорят, что Дюма развлекал три или четыре поколения. Он делал больше, он утешал их. Если он изобразил человечество более великодушным, чем оно, быть может, есть на самом деле, не упрекайте его за это. Он творил людей по своему образу и подобию». Эдмон Абу Эта статуя, которая была бы отлита из чистого золота, если бы все читатели Дюма внесли по одному сантиму. Эта статуя, господа, изображает великого безумца, который при всей своей жизнерадостности, при всей своей необычайной веселости заключал в себе больше здравого смысла и истинной мудрости, чем все мы вместе взятые. Это образ человека беспорядочного, который посрамил порядок, гуляки, который мог бы служить образцом для всех тружеников, искателя приключений в любви, в политике, в войне, который изучил больше книг, чем три бенедиктинских монастыря. Это портрет расточителя, который, промотав миллионы на всякого рода дорогостоящие затеи, оставил сам того неведая королевское наследство. Это сияющее лицо, лицо эгоиста, который всю жизнь жертвовал собой ради матери, ради детей, ради друзей, во имя родины, слабого и снисходительного отца, который отпустил поводья своего сына и тем не менее имел редкое счастье еще при жизни наблюдать, как его дело продолжает один из самых знаменитых и блестящих людей, которым когда-либо рукоплескала Франция. Дюма отец однажды сказал мне, ты не зря любишь Александра. Этот человек глубоко гуманный, сердце у него такое же большое, как голова. Не будем ему мешать, если все пойдет хорошо, из этого малого выйдет Бог-сын. Сознавал ли этот замечательный человек, произнося эти слова, что тем самым он присвоил себе имя Бога-отца? Возможно, ведь у Дюма его собственное я никогда не вызывало отвращения, потому что он был всегда наивен и добр. Доброта составляет не менее трех четвертей в той удивительной, сложной и хмельной смеси, которую являл собой его гений. Этот писатель, могучий, пылкой, неодолимый, как бушующий поток, никогда не делал ничего из ненависти или из мести. Он был милостив и великодушен по отношению к своим самым жестоким врагам, потому-то он оставил в этом мире одних только друзей. Такова, господа, мораль настоящей церемонии. Это был радостный день для Дюма сына. После смерти Дюма отца газеты поспешили опустить слово сын, но он сразу же запротестовал. Это слово неотъемлемая часть моего имени. Это как бы вторая фамилия, дополняющая первую. Александр второй увидел, как между его особняком и домом, где жил Александр первый, вырос памятник его отцу, окруженному любовью, восхищением, поклонением. Все ораторы в своих речах объединяли этих двух людей. Сын на какое-то мгновение позволил себе быть счастливым. В тот день он пожимал руки тем, с кем накануне не хотел здороваться. Вспомнили, что отец называл его своим лучшим произведением, что он почти единственный среди сыновей великих художников не только не был раздавлен своим именем, но еще преумножил его славу. Отныне каждый день возвращаясь домой, он будет видеть это широкое доброе лицо и говорить статуя «Здравствуй, папа». Вечером в комедии францесс артисты возложили венок на бюст дюма отца и сыграли его пьесу «Мадемуазель де Бель-Иль». Единственной фальшивой нотой прозвучал голос Гейерде соавтора Нельской башни. Он возражал против того, чтобы название этой пьесы в числе других было высечено на пьедестале. Дюма ответил ему, что заранее разрешает использовать это название при сооружении памятника Гейерде. В наши дни трудно даже представить себе, какое положение занимал Александр Дюма сын в 80-е годы в Париже. Всемогущий в театре, он царил также в академии, где вел себя как мушкетер. Когда Пастер выставил свою кандидатуру, Дюма написал Легуве. Я не допущу, чтобы он пришел ко мне. Я сам приду благодарить его за то, что он пожелал быть среди нас. Луи Пастер Дюма сыну Сударь, не могу выразить, как я тронут вашей поддержкой и той поистине благосклонной и непосредственной манерой, с какой вы по своей доброте мне ее предложили. Ваше письмо к господину Легуве стало семейной реликвией. Его с радостным рвением переписывают для отсутствующих. Благодарю вас, сударь, и с нетерпением жду того дня, когда Бог даст смогу с превеликой гордостью называть себя и подписываться ваш преданнейший собрат. по четвергам в академии эти два человека, которых тянуло друг к другу, выбирали себе места по соседству. Пастер оценил чуткость этого сердца, которое открывалось тем шире, чем достойнее был повод. Однажды Дюма, слушая прения, сделал из листка бумаги птичку. Пастер выпросил у него эту игрушку для своей внучки. Дюма отдал ему птичку, написав на крыле «Одна из моих героинь пока неизвестная». Пастер знал, что Дюма, когда ему сообщали о чьем-то действительно бедственном положении, бывал щедр. Он слыл прижимистым. Враги прозвали его «не слишком блудным сыном». И эти слова они приписывали Жорж Санд. Это ложь. Госпоже Санд, лучше, чем кому-либо, было известно бескорыстие человека, который написал за нее множество пьес и отказался от гонорара. Наученный горьким опытом отца, Дюма сын считал деньги. Благоразумие не скупость. Врагов у него хватало. Его остроты подчас жестокие, оскорбляли людей. У своего приятеля, барона Эдмона Ротшильда, он однажды спросил, «Не оттого ли, что я написал полусвет, вы сажаете меня за один стол с моими героинями». Госпоже Эдмон Адам Жюльетти Рамбер, которая хотела свести его с Энри Рашфором, он написал, «Дорогой друг, говорю вам совершенно откровенно, этот человек, вечно восстающий против всех и вся только потому, что все и вся стоят выше его? Человек, оскорбляющий всех и вся только потому, что он всех и вся ненавидит? Человек, который брызжет ядовитой слюной на своих прежних друзей, когда не может их укусить? Человек, самым своим существованием, обязанный людям, которых он готов убить, чья признательность тем, кто его спас, выражается не иначе, как руганью и клеветой? Человек, выпускающий гнусную газету и сознающий, что она гнусная только ради того, чтобы зашибить деньгу и обеспечить себе благополучие, которым он попрекает других? Этот человек достоин презрения и презираем по заслугам. Вы обладаете способностью дышать в подобной атмосфере. Это особое органическое свойство. Что касается меня, то я выбил бы стекла, чтобы глотнуть воздуха. Вы находите очень забавным сажать за один стол бывших сторонников империи и вашего монстра, с которым, пользуясь случаем, вы хотели бы примирить вашего друга Дюма, так как вам надоело и вас раздражает, что первый так оскорбляет последнего. Но есть типы, чьи оскорбления благо, ибо в конце концов существуют люди порядочные и наоборот. Ваш приятель Рашфор среди последних, и как бы вы ни старались, вам не удастся извлечь его из этого круга. Что может делать такое чистое и светлое существо, как вы, в обществе этого детища хаоса и грязи? Неужели же вы надеетесь очистить эту клоаку и оздоровить это болото? Если гнев рождает стихи, то полемика заостряет прозу. Однако остроты Дюма, в то время приносившие ему все большую славу, нередко кажутся нам посредственными. Он украшал ими свои обеды по вторникам. Там бывали Детай, Мейсунье, Лавуа, Миро, Мельяк и обеды у госпожи Обернон. Я глухой, хоть и сенатор, сказал ему маршал Конробер. Это самая большая удача, какая может выпасть сенатору, ответил Дюма. Молодой актрисе, которая, вернувшись со сцены, сказала ему «Потрогайте мое сердце, слышите, как оно бьется, как вы его находите?» Он ответил «Я нахожу его круглым». Когда ему сказали, что его приятель Наре, став чересчур толстым, теперь немного поубавил в весе, он заявил «Да, он худеет с горя, что толстеет». Принцу Наполеону, который за глаза поносил одну из его пьес, а при встрече с автором поздравлял его с удачей, он заметил «Ваше высочество поступили бы лучше, говоря другим о достоинствах моей пьесы, а мне о ее недостатках». Так как его пьесы все еще шли с успехом, новые постановки всецело занимали и молодили его. Знаменитому стареющему писателю отрадно предоставить свой опыт и свое мастерство в распоряжение молодого человека, которым он был когда-то. Теперь даму с камелиями играла Сара Бернар. В этой роли она была неподражаема и всякий раз вносила что-то новое. Когда по ходу действия пьесы понадобилась гербовая бумага, она сымпровизировала «Не ищите, у меня ее сколько угодно». Дюма сын ее баловал и задаривал конфетами с ликером, которые она очень любила. Когда комедия францесс возобновила иностранку, Дюма настоял, чтобы роль, которую играла Сара, поручили Бланш Пьерсон. Роль круазет получила Барте. Пьеса зазвучала по-иному, пожалуй, даже лучше. Драматург понимает, что жизнь пьесы зависит не только от нее самой, но и от прочтения, и ему приятно сознавать, что после его смерти его произведения будут меняться, а значит жить. Помедия францесс стала теперь, как в свое время же нас, домом Дюма сына. Смерть генерального комиссара Эмиля Перрена была для Дюма большой утратой. Этих двух людей холодных и высокомерных связывала прочная дружба. Когда Перрена заболел неизлечимой и мучительной болезнью, Дюма часто приходил к нему, стараясь его ободрить. В один июньский день 1885 года Перрена послал сказать Дюма, что он хочет как можно скорее увидеть его. Я умру с минуты на минуту. Я хотел бы пожать вашу руку, проститься с вами и поблагодарить вас за последнюю большую радость моей жизни успех Денизы. Вернувшись домой, Дюма сказал своей дочери «Нельзя умереть более стойко, чем он». Дюма другим горем была смерть Адольфа де Левена, старейшего друга семейства Дюма. Страдавший раком желудка, Левен отказался от пищи и умирал с голоду, окруженный своими четырьмя собаками, которые лизали ему руки, и птицами, певшими в большой вольере. Дюма приходил к нему три раза в день. «Как вы себя чувствуете?» спрашивал он. «Как человек, уходящий из этого мира. Я уже предвкушаю иной мир. Я прожил достаточно. Ничто из нынешних событий меня не занимает». Дюма требовал, чтобы он принял хоть немного пищи. «Зачем? Мне выпало счастье умирать без мук. Если я восстановлю твои силы, кто знает, что со мною будет потом». В свои восемьдесят два года Левен был худощавый, стройный старик с удлиненным, чуть красноватым лицом. Он носил слегка на бекрень шляпу с очень высокой тульей, большой отложной воротник и длинный галстук, несколько раз обвязанный вокруг шеи. Он одевался так же, как во времена Луи Филиппа. Его борода в восемьдесят лет упрямо оставалась черной. Нервный, раздражительный, он, тем не менее, отлично ладил сначала с Дюма отцом, а потом и с Дюма сыном. Он сделал Дюма сына своим единственным наследником и оставил ему свое имение Марли в память тех счастливых лет, что они провели там вместе. Он приказал Дюма держать у себя его лошадей до их естественной смерти, чтобы им никогда не пришлось ходить в упряжки, тащить фиакр или телегу. Каждой из своих собак он назначил содержание. Отпевали его в Марли, похоронили на кладбище Пек. Дюма произнес речь и зачитал отрывок из мемуаров Дюма отца, где автор Антони рассказывал о своей встрече со шведом, который сделал из него французского драматурга. «Все, кто знал Левена, сказал Дюма сын, даже те, кто впервые увидел его в последние годы жизни, сразу же узнают его в этом портрете, где он изображен молодым». Напоминая елей своей суровой северной родины, которые всегда остаются стройными и зелеными, всегда, даже когда они покрыты снегом, наш друг до 82 лет оставался все тем же невысоким стройным человеком с изящной осанкой, аристократически непринужденными манерами, гордым и твердым взглядом. что касается достоинств его души и его ума, о которых мой отец так часто говорит в своих мемуарах, то с годами они только умножились. Несколько холодные внешне, как все те люди, которые хотят знать, кого они дарят своей дружбой, ибо не могут дарить ее без уважения к человеку, дабы не лишить его потом ни того, ни другого, несколько холодные внешне, Левен был самым надежным, самым преданным, самым нежным другом для тех, кому удалось растопить лед первого знакомства. Утром 14 апреля мне показалось по некоторым признакам, что смерть решила вскоре дать ему покой, которого он от нее ждал. Я больше не отходил от него. Если бы сегодня была хорошая погода, это последние слова, которые он был в силах пробормотать, и это единственное из его последних желаний, которое не могло быть выполнено. С этой минуты только легкое пожатие руки, все более шумное дыхание, движение головы и взгляды, означавшие последнее «прости». День угас, умолкли птицы, наступили сумерки. Его спокойное лицо со строгими чертами освещал теперь лишь слабый свет ночника. Дыхание его становилось все ровнее, все реже, все тише, и мне пришлось склониться над ним, чтобы увериться, что он уснул вечным сном, без малейшего содрогания и без всякого усилия. Я закрыл ему глаза, поцеловал его и не покидал до тех пор, пока слуги, плача и читая молитвы, не одели его в костюм, в котором он пожелал покоиться вечным сном. Вот как покинул мир этот бесценный человек. Невозможно представить себе смерть более простую, более спокойную, более благородную, более достойную того, чтобы служить поучительным примерам для людей беспечных и слабых. Что касается меня, то я исполнил его волю. Он покоится рядом со своей женой, друга моего отца, которого он более 60 лет тому назад нашел на живописной дороге, окаймленной боярышником и маргаритками, я с благоговением похоронил там, где он пожелал, среди друзей, под холмом из цветов. После смерти Тейлора и Левена остался в живых только один свидетель молодости Дюма отца, самый великий из них Виктор Гюго. И он в свою очередь покинул мир в 1885 году. Дюма сын не слишком скорбел о нем. Сначала этих двух людей разъединили неприятные воспоминания, потом политика. Гюго верил в прогресс, в республику, Дюма в упадок, в тщетность всех усилий. Театральное шествие от триумфальной арки до пантеона раздосадовало Дюма. Если бы произведения Виктора Гюго, сказал он, были враждебной республики, вместо того, чтобы быть враждебными империей, стихи его от этого не стали бы хуже, зато ему не устроили бы национальных похорон. Если бы он жил возле тронной площади, а не возле площади звезды, его талант не оскудел бы, но его тело не провезли бы под триумфальной аркой. На похоронах Мюссе, который тоже был великим поэтом, не набралось и тридцати человек. В академии по поводу похорон Гюго велись долгие споры. Должен ли Максим Дюкан, тогдашний старейшина, произнести речь от имени академиков? Некоторые из них полагали, что ввиду политических взглядов Максима Дюкана лучше не рисковать, возможно, враждебная демонстрация. Академия сурово изрек Дюма должна быть выше общественного мнения. У нее есть свои правила, пусть она их соблюдает. В этой высокомерной и воинствующей непримиримости был он весь. Глава четвертая Франсион На место Перрена в Комедии Францесс пришел Жюль Кларетти. Это был еще не старый ловкий человек с крючковатым носом. Он первым ввел раздел еженедельной хроники. Его Парижская неделя, которую печатала Танн, забавляла читателей резкими и неожиданными переходами. В Комедии Францесс он после сурового Перрена казался бесхарактерным. Он всем все обещал. Ему дали несколько прозвищ. Фридрих Барбарис. Да, если нет. Антрепренер госпожи церемонии. Карикатуристы изображали, как он бежит по коридору, спасаясь от сосьетеров. Но он продержался двадцать восемь лет. Вступив на пост администратора, он первым делом обратился к Дюма за новой пьесой. «Гвардию! Введите в дело гвардию!» кричал он. Дюма, последняя надежда и высочайший ум, начал для него пьесу «Фиванская дорога». Но работа подвигалась медленно. Он хотел довести замысел до совершенства. «Когда ты близок к тому, чтобы покинуть этот мир, надо говорить только то, что стоит труда быть сказанным. Старость начинается в тот день, когда умирает отвага. Близился срок, назначенный им самим для передачи театру Фиванской дороги». Дюма понял, что пьеса не может быть готова к этому времени. Однако Кларетти на него рассчитывал. «Как быть?» Он вспоминает, что когда-то написал один акт на смелый и легкий сюжет. Женщина говорит мужу «Если ты мне изменишь, я возьму себе любовника». Муж ей изменяет. Она едет на бал, увозит первого попавшегося молодого человека, ужинает с ним и, возвратившись домой, заявляет «Я отомстила». Это неправда, но муж верит. Жена довела бы свою игру до конца и пошла бы даже на развод, если бы тот самый молодой человек не появился вновь на сцене в качестве нотариального клерка, вызванного для составления необходимых для развода документов. Он лучше кого бы то ни было знает, что ничего серьезного не случилось. Он заявляет об этом и ему удается убедить мужа. Драма исчерпана. Комедия кончается как ей положено. Дюма послал Кларити Франсиона со следующей запиской «Кончено, очень опасно, слишком длинно, очень устал ваш А.Д». Тема была не нова. Луи Гондера когда-то давал Дюма читать пьесу «Мисс Фанфар» на тот же сюжет. Дюма перестроил ее первое действие. Гондера, которому больше нравилась его собственная версия, сам разрешил Дюма воспользоваться для себя переделанным действием, которое и стало отправной точкой для Франсиона. Шедевр ли это? Нет. Но это удачная пьеса, одна из самых приятных в творчестве Дюма сына. Сам Гондера великодушно одобрил мастерство виртуоза. Александру Дюма, третьему носителю этого славного имени, уже исполнилось 62 года, но энергия его племени еще не истощилась в нем. Какой человек, какой великолепный негр. Он обращается с нами как с белыми, он дает нам почувствовать свою силу, а иногда и жестокость. Нас это вполне устраивает. Ведет он публику по правильной или положенной дороге, он делает это рукою мастера, он владеет и управляет ею примерно так же, как его дед управлял лошадьми. Если есть какая-либо разница между молодым и сегодняшним Дюма, она состоит не в том, что теперь он слабее, она состоит в том, что в волю насладившись своими природными данными и своим искусством, он предпочитает теперь упражнения одновременно и более простые и более трудные. Мир, который Дюма живописал в Франсионе, был его обычным миром, где мужчины при белом галстуке из гостиной своей супруги едут в клуб, а оттуда попадают в спальню небезызвестных девиц. Фауна Дюма-сына здесь представлена полностью. Тут и бессовестный муж, и оскорбленная жена, и друг завсегдатый клуба, но при этом философ, и приятельница резонерка, тут и аппетитная особа, наполовину традиционная инженю, наполовину просвещенная девица образца 1887 года. Однако диалог был искрометный, действие стремительное, и публика бурно приветствовала своего покорителя. Франсион прошел на ура. При поднятии занавеса публика рукоплескала художнику. Странный аппарат из дерева и никеля привлек все взгляды. Еще ни разу до этого памятного вечера на сцене французского театра не видели телефона. Ну и смельчак этот кларити шептали зрители. «Я был зачарован, увлечен, взволнован не меньше, чем публика», писал Сарсе. «Первое действие ослепляет, фейерверк острот, остроты, обыгрывающие ситуацию, характер, блестящие каламбуры, богатство, не поддающееся описанию». Франсиона де Ривероль в исполнении Юлии Барте походила на задорную козочку, бьющую копытами. Дюма-сын Юлии Барте «Все целуют вам руки, вам, победившей вдвойне, получаются стихи, которые я не способен продолжать. Оставайтесь долгие годы такой же. Это пожелание человека, который может теперь только желать». «Ах уж этот Дюма, этот Дюма, злословили в гостиных, он хочет убедить нас в том, что светская женщина, будучи обманута мужем, способна подцепить первого встречного и на другой же день начать хвастаться тем, что стала любовницей этого незнакомца. Ну и история». Другие усматривали в пьесе определенный тезис «Око за око, зуб за зуб». «Вот девиз вашей героини, и вы его одобряете. Вы провозглашаете право женщины на возмездие. «Убей ее», говорили вы прежде, и по вашей команде под аплодисменты присяжных вытаскивали с револьверы. «Измени ему», говорите вы теперь, и ночные рестораны сразу же распахивают свои двери и отпирают отдельные кабинеты». Дюма не говорил «Измени ему». Наоборот. Однако он утверждал, что хотя Адюльтер не имеет для мужчины тех последствий, какие он имеет для женщины, и для него это далеко не пустяк. Читателя нашего времени, видевшего немало куда более рискованных пьес. Удивляет, что эту пьесу считали грубой. В ней все же была правда. Общество, описанное в Франсионе, это не общество Сен-Жерменского предместия, еще менее общество квартала Море. Это мир Елисейских полей и равнины Монсо. В этом районе Парижа добродетель встречается не так редко, как стыдливость. Там есть порядочные женщины, но жаргон, на котором они изъясняются, нередко с примесью площадных словечек, бросает вызов добродетелей. Five o'clock в одной из гостиных этого мирка, или, вернее сказать, в холле у молодой супружеской четы, в кругу близких друзей, вот тот маленький праздник, на который нас приглашает господин Дюма. И в заключение Гандера еще раз напоминал о происхождении Дюма, зная, что это не может не понравиться его другу. Еще больше, чем само произведение, поражает нас его автор, его сила, которую мы ощущаем в его виртуозности, его жизнерадостность, непосредственным выражением которой является бьющее через край веселье. Мы все, кто бы мы ни были, восхищаемся господином Дюма. Мы его любим, и если нам есть за что прощать его, мы с радостью это делаем, ибо внук победителя при Бриксене спустя сорок лет, или около этого, после своего литературного дебюта, все еще являет нам с истинно негритянским темпераментом самый язвительный ум и самое блестящее, самое беспощадное и самое меткое остроумие, какое только может явить парижанин. Глава пятая Любовь и старость талант не возмещает того, что уничтожает время. Слава молодит только наше имя. Шатубриан Действительно, в то время Дюма иногда казался необычайно веселым. Этот созерцатель любви вынужден был наконец сознаться себе, что влюблен, как шестидесятилетний мужчина, может быть влюблен в молодую женщину с отчаянной страстью, внушающей последнюю надежду. С очень давних пор он вел дружбу со старым ушедшим на пенсию актером, почетным старшиной комедии францесс Ренье Делебриером, которого называли просто Ренье. Трудно представить себе более привлекательную чету, чем супруги Ренье. Муж в прошлом актер высокого класса, затем архивариус, французского театра, профессор консерватории, режиссер и, наконец, заведующий постановочной частью оперы, прошел хорошую школу у оратырианцев. Это был маленький человек, любезный и саркастичный. Его непосредственная и отточенная актерская игра в свое время и волновала и развлекала публику. Он не гнался за эффектами, они сами шли к нему. Он написал несколько превосходных книг, в том числе Тартюф и актер. Его жена, женщина удивительной красоты, была дочерью Луизы Гревдон из Жимназ, некогда обожаемой любовницы Скриба. Его дочь еще одно чудо. В 18 лет вышла замуж за архитектора Феликса Эскалье, который был в то же время и живописцем. Дюма сын знал восхитительную Анриетту еще ребенком. Он наблюдал, как вместе с нею растут ее очарования и изящества. Он восторгался ею. Ее брак с архитектором был прискорбной ошибкой. Казалось, только один этот каменный человек не боготворил эту женщину свою жену, за которой безуспешно ухаживало столько других мужчин. Немало выстрадов она разошлась с ним и теперь разочарованная, упавшая духом, жила у родителей. Анриетта всегда восхищалась Дюма, но он внушал ей робость. Перед ним она чувствовала себя маленькой девочкой. Она спрашивала у него совета, что читать, и благодарила за жалость к ней. «Чувство, которое я питаю к вам, вовсе не жалость», отвечал он, «это самая безграничная нежность». она жаловалась на одиночество и просила увенчанного славой драматурга, который, по ее мнению, был прекрасен как бог, чтобы он проводил с нею время и развлекал ее. Дюма сын Анриетти Эскалье Ноябрь 1887 года Мой прелестный маленький друг, вы просите у меня золотую монету на одну из ваших благотворительных затей. Но отчего же вы просите так мало? Неужто вы верите в легенду, что я скуп? Во всяком случае, по отношению к вам я таковым не буду. Пользуйтесь моим кошельком волю. Он во всех случаях окажется больше, чем ваши маленькие ручки. Я всегда буду счастлив творить добро вместе с вами, ибо вы ведь не захотите делать зла. Мой прелестный маленький друг. Я у ваших ног. Они, наверное, не больше ваших ручек. Если у вас есть фотографии, где вы похожи на себя, дайте мне одну. Я верну вам ее в книге, рассказывающей историю богини, на которую вы, по-моему, похожи. Вы увидите, что все ваши друзья придут к тому же мнению, но первым открыл это сходство я. Передайте вашей матушке мой самый почтительный привет. Портрет действительно был возвращен Анриетте в книге Раффонтена «Психея». Дюма переплел два томика в бирюзовый софьян и наклеил фотографию Анриетты на внутреннюю сторону верхней обложки. К книгам было приложено следующее письмо «Мой дорогой маленький друг, созовите семь греческих мудрецов, соберите судей Аэропага, присоедините к ним Фидия, Леонарда, Кореджо, Клодиона и скажите им «Мой друг Дюма утверждает, что я похожа на психею». Все они ответят, каждый на своем языке. Что ж, это правда. Вот почему я преподношу вам сегодня историю этой царской дочери, которую Амур сделал богиней и прилагаю к ней ваш портрет, который, я надеюсь, вы мне возместите, дабы те, в чьи руки попадет эта книга, когда ни вас, ни меня уже не будет в живых. Убедились, что ни мудрецы, ни судьи, ни художники, ни я не ошиблись. Не ошиблись, открыв в вас божественные черты той, что сделала Венеру ревнивой, а Купидона постоянным. Мой маленький друг, в награду за свои преподношения я позволю себе поцеловать вам руки. Пораженный тем интересом, который совершенно явно выказывало к нему столь молодое и столь желанное создание, он не смел сорвать цветок улыбнувшегося ему счастья. Давно уже он не верил в искреннюю любовь. Стоило ему начать анализировать чувства какой-нибудь женщины, как он обнаруживал гордость, тщеславие, потребность в защите, но никогда не находил той абсолютной и гордой верности, которая все еще оставалась для этого седовласого человека юношеской мечтой. Поэтому он безжалостно отталкивал от себя всех, кто его осаждал, актрис и светских женщин, грешниц и кающихся. Примерно в это же время он отвечал одной юной девушке из Сета, предложившей ему себя. «Дорогое дитя, я понял вас, хотя не желал понимать, потому что не должен. Боже, упаси меня от того, чтобы поставить всю вашу жизнь в зависимость от вашего первого увлечения и от моей последней иллюзии. Я давно уже покончил с любовью. Вы могли бы быть моей дочерью. Вы обаятельны и обладаете тем, что я ценю превыше всего. Девственностью я не сделаю вас похожей на других женщин, не ввергну во все беды, весь ужас падения и раскаяния. Я слишком хорошо знаю, что это такое и к чему идет. Я не хочу, чтобы вы имели повод когда-либо жаловаться на меня или краснеть за себя. В сердце моем я отвел вам достойное место, единственное, какое вы можете занять там счастье. Не искушайте меня на что-либо, превышающее дружбу. Вам принадлежит то, что есть во мне лучшего. Обнимаю вас. Однако Анриетто Эскалье искренне влюбленная, ослепленная авторитетом, славой и внешностью Дюма-сына не теряла надежды победить его сопротивление. Ее решимость укрепляли сведения о раздорах в семье Дюма, о княгине с расстроенными нервами, о том, что отношения Дюма с Аттилией Флаго, которая стала бабушкой, приняли характер дружбы, и она отважно устремилась на приступ своего героя. В 1885 году Ренье умер, и Дюма теперь часто виделся с его женой и дочерью, удрученными скорбью, помогал им советом и делом. Вскоре он уже не сомневался в возможности одержать победу отцветы ее горели в глазах Анриетты. Победа? Не было ли это для него скорее поражением? Конечно, его искушало лучезарное лицо Анриетты, ее восхитительное тело, пленительная молодость. Воспоминания о маленькой девочке, которая еще так недавно плескалась в море, у него на глазах невинная и не осознавшая себя, смешивались с образом находившейся рядом цветущей женщиной. Но что сулит Анриетте, думал он, связь со старым любовником, слишком хорошо знающим женщин, чтобы не испытывать безумной ревности? Как она сможет вынести грусть, мизантропию, приступы отчаяния сложной натуры художника, считающего, что у него уже не хватает дыхания? Он навсегда запомнит одну дату. 13 апреля 1887 года. День, когда она отдалась ему после первого поцелуя. 13 апреля 1887 года я слил свою судьбу с твоей на твоих губах. Она могла бы ответить, как Джульетта. Я была слишком нежна, и вы, пожалуй, могли опасаться, что, когда вы на мне женитесь, мое поведение станет очень легкомысленным. я все время спрашивал себя в тот день, искренне ли это смятение или наигранно, или же с тобою так бывает всегда, и надо было только решительно подойти к тебе, чтобы взять. Ах, если я впервые смутил твои чувства, то ты могла бы похвастать тем, что впервые посрамила мои психологические познания, ибо ты единственная женщина, которую я не могу постичь. Единственная. О, наивность Оливье Дежалена! Позднее он старался увидеть в той удивительной легкости, с какой Анриетта предложила ему себя счастливое предзнаменование. Когда меня охватывают сомнения, то непосредственность, с какую ты отдалась мне душой и телом, убеждает меня в твоей невинности. Женщина, которая уже отдавалась другому мужчине, не отдалась бы так скоро. Она опасалась бы, что уступив так легко, вызовет подозрения и выдаст себя. Дюма сын Анриетти Рынье октябрь 1887 года. До чего мы дойдем таким путем? До какого решения? До какой катастрофы? Я ничего об этом не знаю. Прошло уже полгода с того дня, как ты бросилась в мои объятия с тайным предчувствием, что во мне твое счастье и несчастье. Все мои силы и весь мой ум в течение того времени, что мне осталось жить, я употребляю на то, чтобы сделать тебя счастливой. Не спорь, не задавайся вопросами, не мучай себя, живи, не думая, и позволь обожать тебя как женщину, как ангела, как богиню, как ребенка, как мне захочется. Ты больше не принадлежишь себе. Ты хотела иметь повелителя, и у тебя не может быть лучшего, чем тот, что есть. Чувствуешь ли ты, что ни одно создание в этом мире не любимо так, как ты? Он действительно любил ее так, как не любил никого со времен Марии Дюплессии и Лидии Несельроды. Даже сильнее, ибо Анриетто Ренье больше всех походила на ту Сильфиду, которую он, как многие мужчины, тщетно искал. Ты неожиданно вошла в мою жизнь, дав моему идеалу самое лучезарное воплощение. Ты была для меня не только женщиной, которую я обожал с момента ее появления, но и той, которую я всегда обожал втайне, вопреки всем образом, какие принимала человеческая самка, стоявшая между мной и ею. Это была большая физическая страсть. Благодаря Анриетте он узнал на закате жизни счастья приходить с трепетом на свидания, которых она никогда не пропускала. К пылу любовника примешивалась почти отеческая нежность, с какой он опекал это молодое существо, следил за ее здоровьем, ее поступками. Если ему случалось присутствовать при том, как Анриетта выйдя из себя говорила резкости матери, которую она тем не менее обожала, он писал ей на другой день, предупреждая, что со временем она жестоко раскается, что огорчала госпожу Ренье. В 1890 году Анриетта развелась с мужем, поскольку она уже много лет не жила со сколье, она, несомненно, надеялась сразу же связать свою жизнь с Дюма. Но как он мог на ней жениться? Могли он оставить шестидесятилетнюю, тяжело больную госпожу Дюма? Могли поставить под угрозу будущее их незамужней дочери Женины? Противник Адюльтера увидел, что обречен на длительную тайную связь. Глубоко тревожа за репутацию своей возлюбленной, он обставил свои отношения с ней наивными предосторожностями и телеграммы, которые посылал ей, когда разлучался с нею, уезжая на отдых, подписывал именем Дениза. Счастье его отравляло, как всегда, в этом мире полном разлада, смутное недовольство собой. Эта любовь, на которую у него уже не хватало сил, взбаламутила его жизнь, а ведь он хотел, чтобы она была безупречной. Вот уже семь лет, писал он в 1893 году, как не было ни единого часа, чтобы я не думал о тебе. Если бы звезда упала в море, она не произвела бы больше уволнения, чем произвела ты, ворвавшись в мою жизнь. Все, что я думал о любви, будучи убежден в том, что никогда не познаю ее в действительности, я познал в тебе физическое совершенство и возможность морального совершенства, если верить тому, что ты утверждаешь. Ах, Сюзон, Сюзон, как ты заставляешь меня страдать. Человек театра цитировал Бомарше. просто человек страдал. Почему? Потому что он не верил в свое счастье. Вся моя жизнь уходит на то, чтобы воссоздать твою. Я ищу тебя в твоем прошлом, следую за тобой из года в год, говоря себе, что делала Анриетта в то время, почему она была там-то и там-то. И если мне что-нибудь неясно, если ты, как Феба, у которой ты позаимствовала перламутровую белизну, скрываешься за облаком, я терзаю с подозрениями, тревожусь, страдаю. Госпожа Ранье сняла налетодомик в Лион-Сюрмер, и дочь поехала туда с нею. Анриетта скучала на этом курорте, где безраздельно царила жип. Дюма опасался молодых людей, игр на песке и в воде ловушек, которые расставляют безделье. Чтобы успокоить его, Анриетта послала ему свой девичий дневник, где она уже много говорила о нем. Дюма сын Анриетти Ранье 22 сентября 1893 года Напрасно ты не любишь море, ведь как раз у моря я увидел тебя в первый раз на твоем ослике в 1864 году. Так начинаются английские романы. Почему Бог не дал себе труда спуститься и шепнуть мне на ухо в один прекрасный день эта девочка полюбит тебя, береги себя для нее. И тебе какой-нибудь ангел мог бы сказать со временем этот человек будет бесконечно обожать тебя, береги себя для него. Бог не сделал того, что должен был бы сделать. Ангел прошелестел крыльями над тобой, не сказав ни слова, но ты все же заметила его, и у тебя осталось предчувствие. Когда я возвращаюсь к твоему прошлому, благодаря тетрадям, которые ты мне дала читать, письмам, с которыми ты меня познакомила, я время от времени встречаю там свое имя. Оно притягивало тебя все более и более, пока ты не упала в мои объятия, чтобы никогда уже из них не вырваться. Но, несмотря на эти трогательные предвестия, он продолжал терзаться. За свою жизнь он наблюдал столько поводов для ревности, что клятвы Анретты ничуть его не успокаивали. в самом деле, твои письма говорят за то, что это был первый раз, но Меркурий так коварен, а ты настолько женщина, от корней волос до кончиков ногтей. К кому он ревновал? К мужу? Меньше всего. Тот, кому-то была отдана в семнадцать лет, не ведая, что за этим кроется, ничего для меня не значит. Нет, он ревновал к мужчинам, которых она могла выбирать сама. К композитору Полодиль, который обучал ее пению, к салонным тенорам. Одинаково ревновал к прошлому и к настоящему, ужасно страдая при мысли о малейшем осквернении. Она упрекала его в несправедливом недоверии к ней, в то время, как она осилилась избегать всех искушений и покушений. Он оправдывался. Мог ли он быть другим? Я никогда не видел вокруг себя ничего, кроме порока, лжи, разложения во всех видах и формах. Мне удалось бессознательным, но могучим усилием вырваться из этого круга самому без чьей-либо помощи. Но во мне осталось глубокое недоверие. Я встретил тебя в ту пор в моей жизни, когда я должен был бы покончить со всеми иллюзиями, но ты в такой мере воплощала мечты моей ранней юности, что я не мог сопротивляться. От того, как поступали со мной и как еще могут поступить женщины, прошедшие через мою жизнь, в том числе и та, что стала моей спутницей, я не страдал, ибо не любил их. Я не был счастлив, но благодаря работе я был покоен. Не встреть я тебя, я вскоре забыл бы вообще, что на свете существуют женщины. Я никогда не отдавал им и частицы моей души, а мое тело испытывало отвращение и омерзение. Я родился целомудренным. Я не встречал женщины, которая не лгала бы. Почему бы и тебе не лгать, как другие? Когда госпожа Ренье почувствовала, что она очень больна и конец ее недалек, она призвала к себе Дюма и с тревогой сказала ему, Анриетта остается одна на свете. Ему было крайне тяжело, что в такой момент он не может стать постоянной и законной опорой для растерявшейся молодой женщины. Он дал слово жениться на ней, если он когда-либо окажется свободным. Это было вероятное предположение, так как в 1891 году Надин Александр Дюма, обезумев от ревности, покинула особняк на Авеню де Вильяр и поселилась у своей дочери Колетты. Тем не менее, Дюма не мог требовать развода у женщины с расстроенной психикой, у которой врачи определили неизлечимую душевную болезнь. Да и кроме того, был ли он уверен в том, что желает этого? Оливье Дажолен снова колебался в выборе развязки. Дюма сын Анриет Тиранье Кроме всего, возникло еще это осложнение — возможность свободы для меня. Ты не заблуждаешься касательно того, на какие размышления навела меня эта возможность. Я стал бояться этого события как несчастье, хотя вполне заслужил право желать его как реванша. Вот уже двадцать восемь лет, как я имел глупость исполнить свой долг. Это едва не стоило мне жизни, и что еще страшнее разума, но меня спасло сознание, что я чему-то посвятил себя, и я верил в свой труд, в славу. Этому гордому человеку понадобилось пережить сильное потрясение, чтобы сознаться в том, что он всегда скрывал от своих друзей, даже от Джордж Санд. В трагической неудаче своего брака с зеленоглазой княгиней. Глава шестая «Фиванская дорога». После Франсиона Дюмани написал не одной новой пьесы. Восемь лет молчания — большой срок для знаменитого драматурга, находящегося еще в расцвете сил и настойчиво осаждаемого лучшими театрами. Но этого великана всегда легко было обескуражить. Внезапно нападавшая на него усталость напоминала неожиданные приступы подавленности, которые переживал в Италии и в Египте его дед-генерал. С семилетнего возраста говорил он молодому полю бурже «Я сражаюсь с жизнью». В моем тоне не надо искать меланхолии, это усталость. Бывают моменты, когда я сыт всем этим, сыт по горло, и я охотно улег с оболецом к стене, чтобы не слышать больше никаких разговоров, в особенность разговоров обо мне. Его интимная жизнь усугубляла его мрачность, но, кроме того, он сомневался и в своем искусстве. Некоторые из его младших собратьев преследовали его ядовитой ненавистью, в которой была и доля зависти. В кулуарах французского театра, поставившего недавно парижанку, Анри Бек, коренастый, с жестким взглядом из-под густой соломы бровей, с усами щеткой и кривой усмешкой, читал эпиграммы, пересыпая их звучными. А? Каково? Как было два Корнеля, так есть и два Дюма. Но эти двое схожи не с Пьером, а с Тома. Дюма ответил на это. Тома Корнель, прости за дерзость Бека, ему и Пьер Корнель не по зубам, зевает Бек, так повелось от века, когда зевать всех заставляешь сам. Однако, если Бек находил горькую сладость в таких шутках, то Дюма, уставший от всего, считал их жалкими и пустыми. Он слишком хорошо знал, что восходит звезда Бека и Ипсена. Он знал, что молодые критики теперь с презрением говорят о хорошо сделанной пьесе, слишком хорошо сделанной. Успех его прежних пьес, свадебного визита, в котором Барте играла вместо Декле и талантливо выплевывала знаменитая Фу, друга женщин, где она воплощала Джейн Десимроз, умело соединяя нежность и дерзость, не вернул ему веры в себя. Старая пьеса, не новая. Он написал одно действие пьесы «Новое сословие», о котором говорил «Это будет мой Фигаро», и «Четыре действия Фиванской дороги», где их должно было быть пять. Но так и не закончил ни одной из этих пьес. Дюмасын Полю Бурже Я снова взялся за Фиванскую дорогу, но я не вижу развязки и очень боюсь, что никогда ее не увижу. Нет больше ни энтузиазма, ни увлеченности. Я хорошо знаю, что хочу сказать, но я без конца повторяю себе, к чему говорить, что бы то ни было. Все дело в том, что я слишком давно знаю род человеческий. В действительности он проецировал на человечество свою собственную неудовлетворенность и считал весь мир дурным от того, что, несмотря на весь свой жизненный и творческий успех, он много страдал. Он мог бы отнести к себе реплику одного из своих персонажей. Вы, несомненно, человек очень сильный. Да, но очень несчастный. Был ли он сам очень сильным человеком? Леопольду Лакуру, который в 1894 году спрашивал его о фиванской дороге, ее с таким нетерпением ждали в комедии Францес, он ответил, окончу ли я ее когда-нибудь? Я все больше и больше сомневаюсь в этом. В нее надо вложить так много, слишком много. Для театрального писателя, который стремится не только развлекать зрителя, но и заставить его думать, ибо сам он думал, жизненный опыт со всеми размышлениями, которые он влечет за собой, понемногу становится чересчур требовательным советчиком. Ведь у него уже нет той бесстрашной уверенности в себе, которая двадцатью годами раньше возможно позволила бы ему удовлетворить эти высокие требования. И кроме того, я никогда не был гордым, заверяю вас в этом, вопреки легенде, которая пришлась по вкусу слишком многим людям, чтобы ее можно было уничтожить. Но все-таки, даже не будучи слишком самоуверенным, я мог бы строить себе иллюзии насчет действительной ценности моих произведений, мог бы надеяться, что, умирая, не все их унесу с собой, я мог бы заблуждаться по причине, боже мой, да, по причине моего успеха, а в особенности из-за того уважения, которое выказывали мне светлые и могучие умы, как, например, Тен. Однако я вижу, как меняется вкус публики, как одна часть молодежи переходит на сторону Бека и его учеников, другая приветствует Ипсена. Я присутствую при том, как приходят в упадок определенные формы искусства. Мой театр, весь мой театр погибнет. Его отец тоже говорил подобные вещи в последние месяцы жизни, но рядом с Дюма отцом, утешая его, находился сын, который им восхищался. Леопольд Лакур был растроган слабой и печальной улыбкой, которой сопровождались эти признания. Он сказал старому мэтру, что даму с камелиями полусвет будут играть всегда, разве Сара Бернар не возобновила с успехом жену Клавдия? Разве некий критик не писал Дюма был Ипсоном до Ипсона? Грустная улыбка появилась снова. Вы говорите искренне, сказал Дюма, и я вам благодарен, но только я жил слишком долго. Я слишком часто видел, как удача возвращается к человеку, чтобы потом покинуть его снова, уже навсегда. Наверное, только Саре, она много выше Декле, я и обязан этим реваншем, и было бы неблагоразумно считать его окончательным. Победы великих артистов, неожиданно возрождающие уже погибшую пьесу, сладостны для автора. Они не должны вводить его в заблуждение. Ему надо знать, подтвердит ли их будущее. Что сталось с драматургией Вольтера? Ее теперь даже не читают, а вместе с тем, каким драматическим поэтом восхищались больше, кому еще так курили фемиам, как автору Заиры и Меропы. Да и означает ли это продолжение жизни для драматурга, если у него еще находятся читатели, и если в том Некрополе, который нередко представляет собой история литературы, красуется с позволения сказать его памятник в прозе. Продолжать жить в искусстве для такого автора не значит остаться в книгах. Это значит жить на сцене по крайней мере в двух или трех подлинных шедеврах. И во французской драматургии девятнадцатого века я нахожу едва три-четыре таких шедевра. Это не оперы Виктора Гюго. Их словесное великолепие не спасет их для вечности, нет. Это некоторые комедии Мюссе. Я ничего не говорю о моем отце. Его талант был также присущему, как хобот слону. Возвратившись к себе, Леопольд Лякур отметил, что, несмотря на грустные речи, эта высоко поднятая голова была по-прежнему величественна. Холодный блеск его светло-голубых глаз не потускнел. Слегка покачивающаяся походка, когда-то модная, напоминающая идеал изящества во времена Наполеона Третьего, заставляет его по-военному резко размахивать руками. Стало все-таки несколько меньше гибкости в движениях этого кавалера. Речь его теперь не так стремительна. Меланхолия сгущала сумерки этой жизни, прежде казавшейся столь блестящей. Другой журналист, Филипп Жиль, вынес такое же впечатление. Он спросил Дюма, мы увидим Фиванскую дорогу? Подумайте сами, ответил Дюма, в моем возрасте отважиться на борьбу, зная, что меня ждут только колотушки. Нет, лучше уж я оставлю Фиванскую дорогу у себя в ящике. Я полагаю, что это одна из самых удачных моих пьес. Я полагаю также, что никогда не отдам ее в театр. Потом он заговорил о своих опасениях. Перед лицом никчемности нашей жизни, тщетности наших усилий, безнадежности обращений к так называемому провидению, которое ничего не провидит для нас. Я всерьез помышлял о том, чтобы уйти в монастырь. Там, по крайней мере, человек далек от жизни. О, успокойтесь, у меня никогда не хватит на это мужества. Стали бы говорить, что я ударился в религию под влиянием священников и женщин, и, кроме того, я бы до смерти скучал. Тем не менее, Эмиль Бержера, зять Теофили Готье, нашел, что Дюма одержим идеями христианства. Дорогой друг, вы совершаете две ошибки. Курите и исповедуете пантеизм. Свет идет с Голгофы. Да, ответил Бержера, Магдалина это дама с камелиями в пустыне. Не будем говорить о даме с камелиями, это юношеское произведение. Настоящую женщину вы найдете в Евангелии. Вошел Лакей и сказал, что Икс просит Луидор. Ах, бедняга, сказал Дюма, дайте ему пять, это избавит его от четырех хождений. Жюлио Клоретти, комиссару комедии францесс, он прочитал четыре акта фиванской дороги, которые были уже написаны, и рассказал содержание пятого. Каков сюжет пьесы? На фиванской дороге Эдип встретил сфинкса. Ученый-медик Дидье в конце своего жизненного пути встречает загадочную и опьяняющую красавицу Миллиану Дюбрейль, сестру всех тех чудовищ женского пола, которыми изобилует драматургия Дюма-сына. Знаменитый врач Дидье олицетворяет автора. Писатель, дабы не изображать писателей, превращает их в художников и врачей, но маски оказываются прозрачными. У Дидье, материалист и безбожника, есть верующая жена и дочь и неверующий ученик Матиас. Дочь Дидье Женевьева любит Матиаса, но тот груб с нею и насмехается над ее верой. Твоя душа, говорит он ей, это лишь совокупность функций мозгового вещества. Если я ударю тебя вот сюда в висок, что скажет твоя душа? Она простит тебя, отвечает Женевьева. В первом действии в доме Дидье, который в это время отсутствует, Матиас принимает молодого провинциала Доминика Де Жениака, переживающего тяжелый душевный кризис. Его отец по материальным соображениям противится его женитьбе. Будучи страстно влюблен, молодой человек без колебаний нарушил бы запрет, но его невеста дала ему понять, что не выйдет за него замуж вопреки воле его отца. Потом она скрылась вместе со своей матерью, не оставив адреса. Доминик разыскивает беглянок в Париже, где, как он подозревает, они прячутся. Он сообщает врачу свою навязчивую идею овладеть любимой девушкой или убить ее. Матиас дает чрезмерно возбужденному юноше несколько добрых советов и отпускает его, ни в чем не убедив. Возвращается доктор Дидье и почти в ту же минуту на улице раздается выстрелы. Матиас бросается к окну и узнает в стрелявшем Доминика. Тот убегает. Вводит пострадавшую, очаровательную молодую девушку. Дидье осматривает ее. Рана не опасна. Доктор предлагает девушке остаться у него в доме до выздоровления. Появляется полицейский комиссар. Выясняется, что имя молодой особы Миллиана Дюбрейль. Ей 20 лет. Ее мать уклоняется от прямого ответа. Она якобы не знает стрелявшего. Она дает заведомо неверное описание молодого преступника. Три недели спустя во втором действии выздоровевшая Миллиана вместе со своей матерью живет в загородном доме Дидье. Никто и не помышляет об отъезде. Дидье поручает Миллиане переписывать его труды. Матиас охотно беседует с нею на философские темы. Женевьева признается своей матери, что ревнует к незнакомке. Госпожа Дидье умоляет мужа не оставлять у них этих двух женщин. Он просит совета у Матиаса, который отвечает «Вы влюблены в Миллиану, сами того не зная». И действительно доктор, которому и в голову не приходит просить девушку уехать, говорит ей «У меня есть потребность чувствовать ваше присутствие». Возмутительница спокойствия соглашается отложить свой отъезд. Тем временем Дидье принимает делегацию скандинавских студентов, прибывшую засвидетельствовать ему свое почтение. Руководитель делегации по имени Стефан производит на учителя прекрасное впечатление, и он невольно начинает думать о том, что такой славный парень мог быть прекрасным мужем для его дочери Женевьевы. Проходит два дня. В третьем действии снова появляется Доминик де Жюниак. Отец его умер. Теперь ничто больше не препятствует его женитьбе. Матиас спешит сообщить об этом Миллиане. Та, неприятно удивленная, решительно отказывается выйти замуж за человека, который хотел ее убить. Доминик размахивает на сей раз не револьвером, а письмами своей невесты, как будто бы очень нежными и обличающими известную близость. Тогда Миллиана смело нападает на Матиаса. Вы принимаете меня за сфинкса и стараетесь разгадать мою загадку? У меня ее нет. Вы уверены, что я полна коварных и преступных замыслов? Вы ошибаетесь? И все же ассистент ее спрашивает, как бы она поступила, если бы ей предложили пятьсот тысяч франков с тем, чтобы она убралась отсюда. Она холодно отвечает, потребовала бы миллион. Четвертое действие. Женевьева изливает перед отцом душу, поверяет ему свое смятение. В ее сердце закрались сомнения. Она спрашивает ученого, что находится за гранью этой жизни. Неизвестность. Неужели твоя рука не подтверждает ни одну из надежд, которые нам дает религия? Ни одну. Это может привести в отчаяние иногда. Тем не менее, Дидье удается утешить дочь, и она уходит от него несколько успокоенная. Потом она обращается к неизменно загадочной Эмилиане. Конечно, она заметила его восхищение. Она даже заявляет ему, что готова сделать все, что он захочет. Все. И он отвечает, я люблю вас. Вот уже три недели, как благодаря вам я снова чувствую себя двадцатилетним, а ведь в свое время я и не заметил, что мне было двадцать. «Вы молоды, а я уже нет, вы свободны, я нет, вы не можете меня любить, так уезжайте, уезжайте, и найдите благословенного богами молодого человека, который станет вашим супругом, и которого я буду любить, как сына». Здесь рукопись обрывается. 2 апреля 1895 года в возрасте 68 лет на авеню Ньель в доме своей дочери Колетты умерла госпожа Дюма, а через несколько дней началась агония у госпожи Рынье в маленьком построенном эскалье особняке на Римской улице, где она жила вместе со своей дочерью Анриеттой. Дюма похоронил княгиню в Нэи Сюрсен рядом с Катриной Лябе, а 26 июня меньше, чем через три месяца с того дня, как он овдовел, женился на Анриетте в Марли Леруа. Он любил ее с отчаянной страстью. В течение восьми лет он каждый день писал ей, и тем не менее от его соседа Сарду, с которым он делился, мы знаем, что предпринимая этот решительный шаг, он терзался сомнениями. Не безумие ли со стороны человека, которого так давно преследовало апокалипсическое ведение греха, за порогом семидесятилетия связывать свою жизнь с молодой женщиной такой редкостной красоты. Он знал это, но сдержал данное слово. У него было высокое и суровое понятие о чести. 27 июля 1895 года он написал завещание. Сегодня я вступаю в 72 год своей жизни. пришло время составить завещание тем паче, что по некоторым признакам мне представляется более чем вероятным, что я не увижу конца этого года, в который вступаю. И все же ровно месяц назад я женился на женщине много моложе себя. Я считаю своим долгом доказать ей таким образом мое уважение и мою привязанность, которых она во всех смыслах достойна. Я уверен, что она будет с честью носить мое имя все то время, что ей суждено носить его, когда меня уже не будет. Кроме того, она человек энергичный и мужественный и сумеет выполнить мою волю, которую я выражу в этом завещании. Я желаю категорически, чтобы меня похоронили без всякого церковного обряда. Я хочу, чтобы над моей могилой не произносили никаких речей. Я освобождаю академию от воздания мне воинских почестей. Таким образом, моя смерть причинит беспокойство только тем, кто сам пожелает побеспокоиться. Я желаю быть похороненным на кладбище Перла-Шес в склепе, содержащем только два отделения, где, чем позднее, тем лучше, рядом со мною упокоится госпожа Дюма. Я желаю, чтобы после моей смерти меня одели в одну из моих полотняных рубашек с красной каймой и в один из моих одноцветных рабочих костюмов. Ноги пусть останутся голыми. Все мои бумаги, письма, рукописи я оставляю госпоже Анриетте Александр Дюма, которая приведет их в порядок и знает, как с ними поступить. Он не боялся смерти, но мучился, думая о будущем Анриетте, о возможных конфликтах между его дочерьми и женой, о своем незаконченном произведении. В августе он писал из Пюи Жюлю Кларити. Ваше письмо застало меня за переделкой последней сцены четвертого действия, главной сцены для всей пьесы и для Муна-Сюли. Если нам суждено провалиться, то мы провалимся именно в этой сцене. Если же она удастся, нас ждет большой успех, несмотря на неблагоприятную развязку. В другом месте он писал о Фиванской дороге. Вы получите ее через год или я умру. Жорж Кларити, сын Жюля, рассказал в одной статье содержание пятого акта, которое Дюма в его присутствии читал в совершенно законченном виде генеральному комиссару французского театра. Внезапно Миллиана влюбляется в Стефена, красивого и элегантного шведа, который возглавляет делегацию иностранных студентов. В тот самый день, когда она должна была бежать с Дидье, она покидает Париж с молодым скандинавом. Парижанка следует за соотечественником Ипсена. Любовь это привилегия молодости, такова мораль драмы. Кризис миновал, сфинкс исчез. Дидье, глядя на свою дочь Женевьеву, качает головой и бормочет, быть может, и в самом деле существует душа. А Матиас в своем углу играет на флейте в перерыве между двумя опытами, как Фридрих второй между двумя сражениями, и отвечает учителю на смешливыми звуками своего визгливого инструмента. Нет ничего невозможного в том, что Дюма, пребывая в глубокой печали, в которую его ввергло нездоровье, подумывал о подобной развязке. Но первого октября он слег, и ему стало ясно, что его последняя пьеса останется неоконченной. «Представьте себе, что я уже умер», сказал он Клоретти, «и больше на меня не рассчитывайте». Своей дочери Клоретти он признался, «не пойму, что со мной, весь день у меня в ушах трещит сверчок». Кровь заставляла вибрировать его утратившая эластичность артерии. Вскоре у него начались головные боли, и временами он впадал в странное забытье, пугавшее его жену. Консультанты не могли поставить диагноз. Одни предполагали кровоизлияние, другие опухоль мозга. В конце ноября крупнейшие врачи, собравшиеся в Марли у его постели, объявили, что он безнадежен, как когда-то его отец, умиравший на морском берегу Пьюи, он проводил целые дни в смутных сновидениях. Несколькими месяцами раньше, взявшись написать предисловие к роскошному изданию «Трех мушкетеров», он с нежными словами обратился к своему отцу, который был его гордостью и отчаянием. Вспоминают ли в том мире, где ты пребываешь теперь, о делах нашего мира? Или же так называемая вечная жизнь существует только в нашем воображении, порожденное нашим страхом перед небытием? Мы с тобой никогда об этом не говорили, когда жили вместе, и я думаю, что метафизические размышления никогда тебя не тревожили. Потом он вспоминал о нескольких месяцах, проведенных ими после отъезда Иды вдвоем в братской дружбе. «Ах, то было прекрасное время! Мы были ровесниками, хотя тебе исполнилось 42 года, а мне 20. Наши веселые разговоры, взаимное излияние чувств, мне кажется, это было вчера, а ты почти уже четверть века спишь под вековыми деревьями кладбища в Виле-Котре между твоей матерью, которая служила тебе образцом для всех нарисованных тобою порядочных женщин, и твоим отцом, который дал право на существование всем твоим героям. Я же, кого ты, да и я сам, всегда считал ребенком в сравнении с тобою, сейчас сед, как лунь, так, как ты никогда не был. Земля вертится быстро. До скорого свидания. Пророческая ностальгия. Сыну суждено было вскоре последовать за отцом. 28 ноября ему как будто стало лучше. Осеннее солнце освещало красивые деревья парка. Сознание вернулось к нему, и он улыбнулся дочерям. Ступайте завтракать, сказал он, оставьте меня одного. Врач только что вышел из комнаты, когда Колетта позвала его, идите скорее у папы конвульсии. Последняя судорога потрясла его тело. Он был мертв. На следующий день газеты были полны им. Его брат по отцу Анри Бауэр написал прекрасную статью. В нем была властная сила, воля. Он не уступал, будучи совсем иным величайшему гению своей династии. До появления дамы с камелиями девицы легкого поведения были отверженными, париями. Ни одно произведение не оказало такого влияния на людей, заставляя одних искупать свои грехи, других прощать. И сто лет спустя бедные молодые люди с сердцем трепещущим от любви будут оплакивать Маргариту Готье. От того, что с первых дней своей жизни он был жертвой, от того, что его мать много страдала, он выступал в защиту невинных и делал это талантливо. Если позднее он взял на себя роль укротителя, это произошло потому, что он увидел себя в окружении хищных зверей, он должен был укротить львиц или быть растерзанным ими. Гордость покрыла его сердце, самое уязвимое из сердец тонким слоем льда. Его последняя любовь, пылкая и мучительная, была для него глубоким потрясением. В конце ноября 1895 года борьба была окончена. Стоял прохладный день поздней осени. В парке Морли теснились друзья, собратья, журналисты, политические деятели, элегантные женщины и толпы простонародья. Поезда, приходившие из Парижа, выплескивали на платформу маленькой станции потоки почитателей и любопытных, которые вереницей устремлялись в шанфлюр. Там их вводили в комнату, где на инкрустированной бронзой кровати в стиле ампир, которая словно плыла на двух лебедях, вырезанных из лимонного дерева, покоился Александр Дюма-сын, одетый, как он пожелал, в свой рабочий костюм. ноги были голые. Как генерал Дюма, он всегда гордился их изяществом. На стене висел большой портрет его отца и маленький рисунок, изображавший Катрину Лябе на смертном одре. В течение целого столетия семейство Дюма разыгрывало на сцене Франции прекраснейшую из драм свою жизнь. Последний из трех остался один перед опущенным занавесом в молчании ночи. Его молодая вдова и дочери, уже облаченные в траур, думали об умершем и о своем трудном будущем. Эпическая мелодрама завершалась буржуазной комедией, а, быть может, и трагедией. Три Дюма и Андре Муруа Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм — это руки рабочего. Так ответил Александр Дюма на митинге человеку, назвавшему его аристократом. Эта фраза есть в книге Андре Муруа, но образ, вырастающий из этой фразы, не тот образ Дюма, который нарисовал всемирно известный писатель, один из создателей особого жанра романизированной биографии. Человек и его творчество. Разве можно разделить то, что в нашем представлении слитого едино? Ведь именно в подвиге совершенным человеком, писателем, художником, ученым, политическим деятелем раскрывается его подлинная биография. Андре Муруа утверждает, что можно, утверждает, как теоретик созданного им жанра и пытается подтвердить это своим творчеством. Но Муруа теоретик не совсем то же самое, что Муруа художник. Он слишком большой писатель, чтобы уложиться даже в им самим созданную схему. И если в своем Байроне он полемически заострял те черты героя, что шли в разрез с каноническим образом великого английского поэта, и рисовал не романтического юношу, но склонного к полноте Дэнди, не революционера в поэзии и жизни, но щедрого английского лорда, то позже он уже не следовал своим теориям, но увлеченный своими героями стоял рядом с ними, когда они сидели за письменным столом, разучивали с актерами свои пьесы или погруженные в размышления, обдумывали решающий опыт в своей лаборатории. Таков поздний Муруа, и так написано его три дюма. Но Муруа по воспитанию и взглядам аристократ, поэтому в своих героях он прежде всего ищет аристократизм духа, гений и талант. Упорный и вдохновенный труд, благодаря которому блестящая звезда гения взлетает над миром, он оставляет в тени, он его не интересует, или Муруа делает вид, что это его не интересует. Во всяком случае, все это остается за пределами его книг. Сколько книг написал Андре Муруа? Он кокетливо утверждает, что точно не помнит. Но библиографы, перечисляя его книги, часто забывают упомянуть менее важные его работы и путают годы выхода в свет его произведений. Только сопоставляя данные разных биографических и библиографических справочников можно, да и то с некоторой неуверенностью подсчитать, что им создано 73 книги, вышедшие отдельными изданиями, не считая журнальных и газетных публикаций, а также выступлений по радио и телевидению. Среди этих книг есть романы, сборники рассказов, популярные исторические книги, история Англии, история Соединенных Штатов, история Франции, путевые очерки, политические памфлеты, эссе, сказки, стихи, мои песни, вот они, Максимы. Но главное в этом огромном творческом труде биографии. Именно благодаря им он стал знаменит, и о них раньше всего вспоминают, когда произносят имя Андре Мурва. Андре Мурва не только талантливый и интересный писатель. Он колоритная фигура и как человек. В нем весьма причудливо соединились влияния культур разных народов, и в то же время он один из лучших представителей того блестящего французского стиля, который является главным критерием при избрании в академию. Он начал свою деятельность администратором текстильных фабрик, участвовал в двух мировых войнах, был профессором в английских и американских университетах, в частности в Кембридже и Принстоне выполнял важные дипломатические поручения, но всегда и везде он в первую очередь был и оставался писателем. И недаром он однажды сказал, писатель это самое лучшее занятие на свете. Сейчас ему 77 лет. Он уже давно достиг бессмертия, как называют во Франции избрания в академию. Он один из старейшин этого высокого собрания. Он занял академическое кресло в 1938 году, но он продолжает писать с холодной и неистовой страстью, столь похожей и не похожей на страсть Александра Первого. Только за последние 10 лет он опубликовал 17 книг. «Три дюма», где сочетаются нерастраченный им энтузиазм юности и блестящий стиль зрелости, написаны в 1957 году, когда Андре Мурва было 72 года. Он родился и провел детство в маленьком нормандском городке Эльбеф, неподалеку от Труана. Его отец Эрнест Герцог был выходцем из Эльзаса и переселился в Нормандию в 1871 году, когда Эльзас и Лотарингия были захвачены Германией. В городке была целая колония эльзасцев, сохранивших свои своеобразные песни, танцы и выговор. После окончания местной школы мальчик поступил в лицей имени Корнеля в Руане. Здесь один из профессоров подарил ему книгу «Душа России». Произведение Пушкина, Гоголя и Толстого, произвели на молодого Муруа, этот гальский псевдоним, избранный очень рано, давно стал его фамилией, огромное впечатление. Первой женой Муруа была эмигрантка из царской России, поэтому его интерес к русской культуре усилился. Позже, уже будучи знаменитым писателем, он сказал «Романистами, в которых я нашел образец, подлинными мастерами, по мнению моего сердца, были русские Толстой, Тургенев, Чехов и Гоголь». И он никогда не уставал повторять, что считает войну и мир величайшим романом на свете. Еще будучи студентом, он обычно проводил каникулы в Англии, Швейцарии, Испании и Италии. Во время Первой мировой войны он был прикомандирован к английской армии, сражающейся во Франции. Его друзьями, а позже героями его книг стали англичане, шотландцы, ирландцы. Так на стыке многих культур, на скрещении всех ветров эпохи сформировался этот своеобразный ум человека, считающего себя не только французом, но и европейцем. В 1918 году тотчас по окончании войны вышла в свет книга «Молчаливый полковник Брамбул». Первый роман Андре Муруа. Он стал профессиональным писателем. В начале книги Муруа не имели большого успеха, но в 1923 году случилось нечто такое, что определило всю его дальнейшую жизнь и сделало его знаменитым. он написал книгу «Ариэль» или «Жизнь Шелли». Когда он принес рукопись издателю, тот сказал, «Вы сошли с ума». Французы ничего не знают о Шелли. Никто не будет ее читать. Что это? Научный труд, популярная книга, роман? Это романизированная биография», сказал Моруа. Биография. Мы очень привыкли к этому слову. Но если вдуматься, то вряд ли мы легко сможем определить, к какому жанру художественной литературы она относится. Мы хорошо знаем биографии научные, написанные на материале архивных документов и писем, воспоминаний современников и опроса свидетелей, лично знавших героя биографии. Они могут быть написаны лучше или хуже, но сами авторы никогда не назовут их художественными произведениями. Это серьезный научный труд. Популярные книги чаще всего являются компиляцией ранее опубликованных научных трудов. Авторы таких книг обычно привлекают и посторонний материал, исторические события, на фоне которых протекала жизнь героя, быт того времени, биографические сведения о людях, с которыми встречался герой. Но авторы популярных книг преследуют обычно не эстетические, а просветительские задачи. Книги, подобные книгам Тынянова, Кюхля, «Смерть Вазир Мухтара», Пушкин уже подлинно художественные произведения, но это романы, где материал, быть может, и достоверный, подчинен эстетическим задачам. Обратимся к самым знакомым примерам, к историческим романам. Так все будет гораздо нагляднее. В войне и мире Толстой нарисовал такого Наполеона и такого Кутузова, каких нигде не существовало. Волнует ли это читателя? Нет. Потому что он ищет в этой книге не биографии исторических деятелей, а биографии Пьера, князя Андрея и Наташи Ростовой. Петр I Алексея Толстого нарисован со всей доступной автору исторической точностью, но читатель смотрит на него не глазами писателя, а глазами его героев. Его нисколько не беспокоит то, что в этих книгах встречается и домысел, и вымысел, ведь он ищет в книге недостоверные факты, а художественную достоверность и психологическую правду он предпочитает правде исторической. Исторические романы Вальтера Скотта это в значительной степени романы биографические. Одним из героев каждого из них, и не будем слишком притворяться, ради чего и написан роман, всегда является какой-нибудь знаменитый исторический деятель, но он не является центральной фигурой, протагонистом произведения. Мы видим его глазами главного героя повествования, обычно маленького человека. На его ответственность и ложится нарисованный писателем образ. Пусть автор согласен с героем, но читатель снова и всегда будет так, ищет не исторической, а художественной достоверности. Ведь английский писатель не покрывает людей минувших времен нашим лаком и не гримирует их нашими румяными, а убеждает нас в том, что благородные предрассудки прошлого также любопытны, как крепкие латые пышные султаны из перьев на клювовидных шлемах рыцарей. Но ведь все это не биографии и даже не биографические повести, а исторические романы. А что такое биография, как самостоятельный художественный жанр? Существует ли она? Античность не оставила нам никакой традиции. Правда, биография Панигирик Плутарха, как и биография Донос Светония, живы и в наши дни. Но великое наследство, как и во всех других областях, оставил нам в биографической литературе XIX век. Это наследство огромно и по объему, и по значению. Однако мы должны изучать его критически, принимая и отвергая. Ведь в каждом народе живут две культуры, и в каждом литературном направлении борются две тенденции, две генетические линии. Томас Кайролель, знаменитый английский историк, чью великолепную прозу, именно прозу, потому что английская традиция считает историка прежде всего писателем, художником, чью прозу с ее неукротимой энергией, великолепными и пышными, хотя порой и темными, причудливыми, странными образами чтят не только англичане, но и весь мир, стал знаменитым из-за своей книги о героях и героическом в истории. Он утверждал, что всякая эпоха имеет свою идею, и тот человек, который выражает ее всего полнее, и есть герой эпохи, общество же, лишенные великих идей и руководимые посредственностью, обречены на разложение. Его великая тень падает на весь девятнадцатый век, и отзвук его культа героев достигает и наших дней. Всемирная история, история того, что человек совершил в этом мире, писал он, есть, по моему разумению, в сущности история великих людей. История этих последних составляет поистине душу всей мировой истории. Но разум человека неясен и шаток. На одного плодотворного деятеля в среде людей приходятся тысячи, миллионы служителей мрака. Отвечая ему, знаменитый историк и тоже блестящий писатель демократ Мишле утверждал, что в истории нет цельного человека. Мы найдем здесь только чиновников, завоевателей, законодателей. Знакомя нас только с публичной жизнью, история всегда будет показывать нам людей такими, какими они желали казаться. Мишле хотел видеть в истории не героев, но народ. Человека не тогда, когда он приглашает посмотреть на себя, но застигнутого врасплох. Но в трудах даже лучших биографов девятнадцатого века мы все же видим идеализацию героев, сглаженность острых углов, уход от конфликтов и противоречий современности, подчеркивание всего внешне значительного. Ко всей этой литературе можно было бы взять эпиграфом слова дизраэли жизнь слишком коротка, чтобы быть незначительной. Что мог противопоставить этому тяжкому викторианскому наполеоновскому величию молодой двадцатый век, склонный к иронии, к импрессионистическим оценкам, с его интересом к эстетическим проблемам и пренебрежениям на западе, по крайней мере, к просветительским. Только то, что уже зрело в умах людей в эту эпоху войн, революций и освобождения народов, на место героя и истории с больших букв он поставил человека и время. Справедливость требует сказать, что почти одновременно с Моруа и даже немного раньше с новым типом биографии выступил английский писатель Литтон Стрейчи. Но интерес к биографии как к жанру художественной литературы был всеобщим, почти всемирным. В первом эшелоне шли два блестящих представителя советской литературы Юрий Тынянов и Анатолий Виноградов. Тынянов был великолепным исследователем. Его мало назвать литературоведом. Кроме того, что он был теоретиком, он умел мыслить образно. и собранный им материал, где ни один ученый не смог бы обвинить его в недостатке скрупулезности, вдруг возникал в его воображении с необыкновенной силой одушевленных образов, со всем живым цветом и ветрами времени и эпохи. Читая его книги, можно подумать, что он жил в одну эпоху со своими героями, знал их лично, любил или ненавидел, и его никогда не охватывал благоговейный ужас от того, что его герои жили на самом деле, что они были его друзьями или недругами, поэтому он не стесняется наделять их теми пороками и недостатками, которыми они действительно обладали. Но разве это хоть сколько-нибудь унижает или уменьшает их величие? Но книги Юрия Тынянова блистательной романой, а не та художественная биография, о которой мы говорим сейчас. Пусть он не ошибся и в характеристике Кюхельбекера, Грибоедова, даже Пушкина, остальные персонажи его книг. Пусть они носят исторические имена действительно существовавших лиц, ведь все они им выдуманы. выдуманы, потому что о них, в отличие от главных знаменитых героев, мы и писатель знаем мало, и все диалоги, которые мы встречаем в повести, хотя и могли быть произнесены, но этому нет свидетелей. Анатолий Виноградов пишет суше и строже. Он тоже писал биографические романы, и его книга о Стендале «Три цвета времени» великолепна, но кроме того, он был и биографом, как в книге о том же герое «Стендаль и его время». Здесь он исходит из положения, что сюжет книги не есть изобретение писателя, но он предопределен выбором героя и его жизнью, причем именно жизнь героя определяет развитие этого сюжета, его сквозное действие, под терминологией Станиславского. Величайшее достоинство подобной биографии заключается в том, что мы воочию наблюдаем рост героя, становление его характера, конфликт человека с самим собой, с другими людьми, с судьбой в конце концов. И в подобной биографии не может быть ничего выдуманного, поскольку если писатель не моралист в дурном смысле этого слова, он никогда не будет переделывать историю человечества и отдельного человека. Таковы аспекты или типы биографических книг. жанр художественной биографии не выдуман Моруа, как это кажется ему и некоторым критикам. Жанр этот существует, хотя и не имеет собственной поэтики и истории. Но французский писатель ярко его представитель, и его романизированные биографии имеют всемирный успех. Рассмотрим поэтому те теоретические принципы, которые он положил в основу своей работы и то, как он воплотил их в жизнь. Андре Моруа написано 15 больших биографий, 11 посвящены писателям, 3 государственным деятелям, и одна ученым. Кроме того, его перу принадлежат две книги литературных портретов писателей его современников, английских и французских, а также два тома воспоминаний, где перед читателем проходят сотни людей, с которыми встречался за свою жизнь Моруа, нарисованных бегло, но ярко. Сюда примыкает теоретическая работа Моруа «Типы биографии». Любопытно перечислить главные из этих работ в хронологическом порядке. 1923 год. Ариэль или жизнь Шелли. 1927 Жизнь Дизраэли. 1930 Байрон. 1931 Леотей. Французский маршал, завоеватель Марокко, а впоследствии верховный комиссар этой страны. 1931 Тургенев. 1932 Вольтер. 1933 Эдуард Седьмой и его время. 1938 Шотобриан. 1949 В поисках Марселя Пруста. 1949 Ален. Малоизвестный французский писатель, товарищ Муруа по лицею, оказавший на него огромное влияние. 1952 год Лилия или жизнь Жорж Санд. 1952 Олимпио или жизнь Виктора Юго. 1955 Роберт и Элизабет Броунинг. 1957 год Три Дюма. 1959 Жизнь Сэра Александра Флеминга. Как видим, все биографии героев Муруа укладываются в сравнительно узкий промежуток времени, конец XVIII, XIX и начало XX века. Больше того, многие герои его разных книг тесно связаны между собой. А Рена, где они действуют, Франция и Англия. Один Тургенев как будто выпадает из этой небольшой, отчетливо очерченной вселенной. Но он так долго прожил во Франции, что стал для французов почти родным писателем. Как видим, Муруа пишет только о том, что хорошо знает. Есть много способов собирать материалы для биографии и для каждого писателя это начальный этап работы. Эккерман всю жизнь разговаривал с Гетой и дословно записывал эти разговоры. Боссвелл всю жизнь ходил следом за доктором Джонсоном и записывал каждый его шаг, каждое слово. Но в разговорах Гете с Эккерманом мы не видим самого великого писателя, а лишь его слова и мысли. И книга может претендовать только на то, чтобы быть приложением к собранию сочинений Гете. Жизнь Самуэла Джонсона лишь неправленная стенограмма и герой предстает перед нами только как болтливый старикашка, которому к удивлению читателя, хотя и редко, но все же удается высказать умную мысль. Современный американский писатель Ирвинг Стоун считает, что автор должен хоть на время превратиться в своего героя, чтобы понять его мысли и чувства. Он сидит для этого в том же сумасшедшем доме, что Иван Гог. Живет в доме волка, принадлежавшем Джеку Лондону. Ест ту же пищу и в те же часы, что и Микеланджело. Носит платье своих героев, подражает их походке, манере говорить, почерку. Быть может, это ему иногда и удается, но тогда его герои становятся уже не на время, а навсегда похожими на Стоуна, своего автора. Андре Мороа поступает иначе. Он начинает не со сбора материала. Он сначала выдумывает своего героя. Выдумывает, конечно, не очень точное слово. Большой знаток литературы 19 века он, конечно, хорошо знает и Байрона, и Юго, и Жорж Санд, и тем более своих современников Пруста или Флеминга. Он читал их книги, знает их стихи, знаком с их трудами, поэтому у него в воображении уже сложился образ этих людей. А непосредственному и мгновенному впечатлению Моруа отводит огромное место в творчестве биографа-художника. И когда он начинает собирать фактический материал, то у него уже есть стержень, на который нанизываются все факты. А при таком методе работы материал сам начинает идти ему в руки, так как он отбирает то, что подтверждает его концепцию и отбрасывает ненужное. Он сам рассказывает о том, как он работал над книгой о Флеминге. В дни юности я создал образ замкнутого шотландца в романе «Молчаливый полковник Брамбл». Я подумал, почему бы мне не написать книгу «Молчаливый профессор Флеминг». В своем теоретическом труде «Типы биографии» Моруа характеризует героев биографий девятнадцатого века как просто сконструированные характеры. Один человек добр, другой слаб, Диккенс был домоседом, Байрон Дон Жуан. Он противопоставляет этому проникновению в глубину человеческого характера, поиске той таинственной жизни, по его выражению, которой не знает даже сам человек. Фриедизм? Нет. Моруа отрицает фриедизм. Бессознательное в человеке не является непознаваемым, считает он. Это только еще не изученные, факты еще не сцепленные между собой. Но писатель, создавший первоначальный образ, превращается в исследователя и снова становится художником, который синтезирует исследованного человека в его целостности. Однако у Моруа это не гармонический человек античности или возрождения. Это современный человек во всех его противоречиях и непоследовательности. Ясному трезвому уму Андре Моруа чужд, изощренный, а иногда болезненный психологизм многих современных писателей. Конечно, и он анализирует в процессе изучения характера героя, но когда работа закончена, крышка ящика должна быть закрыта, а читатели могут видеть лишь результаты, живую жизнь, во всем ее великолепном и пламенном кипении, воссозданную неизвестным читателю способом. Поль Бурже, создатель психологического романа во Франции, всю жизнь был просто одержим психологизмом. Однажды во время разговора Дюма-сын сказал ему, вы производите на меня впечатление человека, у которого я спрашиваю сколько времени, а он вынимает часы и разбирает их у меня на глазах, чтобы показать, как работает пружина. Для Муруа главное не внутренние, иногда таинственные пружины, а сам человек. Поэтому эти слова можно было бы поставить эпиграфом к основной концепции творчества Андре Муруа. Страсти, разные настроения, антагонистические противоречия так перемешаны в творчестве Муруа, что их невозможно разделить. Пессимизм разума, оптимизм сердца, писала Муруа одна итальянская студентка. Но это неверно. Разве можно противопоставить разум чувству? Сохраняя спокойной, слегка иронической, порой даже бесстрастный тон летописца. Он переселяет свои страсти в своих героев. Иначе как бы мог он понять неистовую страстность Дюма, тоску Пруста, веселый цинизм праздного гуляки Эдуарда Седьмого, упорное вдохновение Флеминга. Андре Муруа сам признается, что ему чужда философия экзистенциализма этих Сартров и Камю. Но и в самом деле разве может быть ему близок Сартр, утверждающий, что человеческое существование состоит из страха, неуверенности в будущем, бессмысленности жизни? Разве может быть миром гармоничного и светлого Муруа мир Сартра, куда человек брошен и осужден на свободу? Или Камю, у которого человек живет лишь рядом с миром, миром вечной и неотвязной абсурдности? Камю, восклицающим «Я хочу знать, можно ли жить, не взывая о помощи»? Камю, для которого символ жизни Сизиф. Нет, конечно же, Андре Муруа должен был бы стать оптимистом хотя бы из протеста, из противоречия, если бы он не был им благодаря природной ясности ума, унаследованной французской литературой от великого века классицизма. Так же, как и философия экзистенциализма, Андре Муруа чужда позиция чистого эстетизма. В своей иронической утопии «Остров эстетов» он рассказал о мифическом острове Майяна, расположенном в центре Тихого океана. Население острова делится на два класса эстетов, писателей, художников, музыкантов, актеров, полностью освобожденных от жизненных забот и целиком преданных творчеству, и класса биотов, обязанностью которых является удовлетворять все требования эстетов и восхищаться ими. Но происходит странная вещь, поскольку у эстетов, переселившихся на обетованный остров еще не исчерпался их прежний жизненный опыт, их творчество имеет корни и расцветает. Но уже второе поколение эстетов не способно к творчеству, так как не связано с жизнью и обречено на бесплодие. Итогом майянской литературы является исповедь знаменитого писателя Ручко объемом 16900 страниц под заглавием «Почему я не могу писать?» Герои Мурва не стоят на страшной высоте принципов. Они походят на нас по крайней мере слабостями, делаясь по мнению самого Мурва только в масштабах их пороков и их величия. Писатель слишком хорошо знает человека, чтобы предполагать большую последовательность в его поступках. Он щедро наделяет героев человеческим безрассудством и хорошо знает, что не все слабости постыдны. Он любит своих неблагодарных героев, хотя и склонен иногда над ними иронизировать. И вместе с ним любим их и мы. И нам интересно читать его книги. Однажды Дюма сына спросили, как это получилось, что ваш отец за всю жизнь не написал ни одной скучной строчки. Потому ответил младший Дюма, что ему это было бы скучно. Книга «Три Дюма» естественно распадается на три части. Не одинаковые по величине и неравноценные по значению. Характер генерала Дюма, который весь пропитан идеями французской революции и дышит ее воздухом, чужд Моруа, который судит его с позиций своего времени. Ироническому уму Моруа трудно понять принципиальность и бескорыстие генерала, которое он принимает за простодушие и сентиментальность. Поэтому портрет этот ярок, но не точен, или, вернее, мы не можем с ним согласиться. Дюма-сын, холодный резонер и светский моралист, также не может вызвать не только любви, но даже симпатии. Но он нужен Моруа лишь для контраста как тень своего великого отца. Зато сам Александр Первый действительно великолепен. Он показан во всех противоречиях, в минуты величия и в часы слабости. Быть может, цвет и тени распределены здесь неравномерно, но художник не может быть не только бесстрастным, но и беспристрастным, ведь он рисует своего дюма. В этой книге хорошо видно, каким огромным материалом владеет Моруа. А дюма отца написано множество книг, архивы, казалось бы, исчерпаны окончательно, и на долю писателя остается лишь истолкование фактов. И вдруг Моруа публикует в книге огромное количество документов и писем доселе неизвестных исследователям. Пусть они касаются главным образом незначительных фактов биографии знаменитого писателя, и сколько-нибудь не изменяют уже сложившейся концепции, но они создают у читателя ощущение удивительной достоверности. А это самое главное в художественной биографии. Дюма окружает множество людей. Писатели, журналисты, художники, режиссеры, актеры и актрисы, издатели. Весь тот маленький мирок, в котором вращался Дюма. Здесь сотни портретов, иногда выписанных тщательно, иногда данных бегло, но всегда точных и ярких, как бенгальский огонь. В погоне за полнотой, может быть, излишней, Мурва касается фактов интимной жизни писателя, но он не смакует их и не морализует по их поводу. С беспристрастностью летописца он лишь описывает их. Вот и все. Можно вступать в спор с теоретическими положениями, которые писатель кладет в основу своего произведения, можно критиковать его концепции, но судить произведение можно лишь с позицией, которую выбрал сам автор. Единство человек время, провозглашенное самим Мурва, сведено здесь к формуле художник среда. Мир Дюма в книге Муруа велик, от дворца герцога Орлеанского до публичных домов Парижа и Леванта, от приемов, похожих на феерии тысячи и одной ночи, до будней газетных редакций. Но, допустим, мне будет позволено сказать, Дюма труженика здесь нет. При всей документальной правде блестящего эрудита Мурва в его книге есть и неправда. Ведь подлинная правда выше фактов. Правда должна быть такой же пристрастной, как суд, который судит великого человека от имени истории. Дюма действительно пользовался чужим трудом не только своих сотрудников, помощников, но и своих предшественников и современников. Он и сам не скрывал этого. Только называл это не заимствованием, а завоеванием. У меня столько помощников, говорил он, сколько было маршалов у Наполеона. Обычно Дюма приглашал своих сотрудников в отдельный кабинет первоклассного модного ресторана и угощал фантасмагорическим ужином. Когда столы были убраны за кофе, которого писатель не пил, несмотря на гомерические излишества своих героев, Дюма был очень воздержанным человеком, не курил, не пил ни вина, ни даже кофе. Дюма, воодушевляясь, рассказывал своим друзьям какую-нибудь романтическую повесть, которую, распределив ее главы между собой, они должны были потом изложить на бумаге. Этот устный черновик писателя имел для него огромное значение. Недаром Дюма обладал чудовищной памятью и помнил свои произведения, по крайней мере, написанные в этом году почти наизусть. Все словечки, рождающиеся при устном рассказе, все жесты, весь динамический стиль повествования, все мелодраматические эффекты, появляющиеся иногда лишь на мгновение, все вновь возникало перед редактором, когда он после того, как все было написано и отдельные части сведены воедино, брал огромный карандаш и редакторской рукой проходился по рукописи. Он вычеркивал отдельные сцены, писал черновики новых, правил слишком причесанный стиль своих сотрудников и там, где нужно, вписывал маленькие сценки, которые, как бенгальским огнем, освещали все произведение. Так рождались романы, в которых в каждой строчке была видна неповторимая индивидуальность Дюма. Кто бы не помогал ему над ними работать. И верным было мнение современников писателя. Маке был только каменщиком, Дюма же архитектором. И сам Маке после всех ссор и судебных процессов писал «Пока я жил на свете, я был чрезвычайно счастлив и крайне польщен честью числиться сотрудниками другом самого блестящего из французских романистов». Признать Дюма подлинным автором почти всех подписанных его именем романов мы должны даже в тех случаях, когда он использовал часто по-своему готовые образцы и широко черпал материал из чужих произведений. Ведь бродящие сюжеты всегда считались ничьей собственностью, пока они не попадали в руки гениев или даже просто талантливых людей. А то, что Дюма был талантлив, не отрицали даже его враги. Но Моруа не враг, он друг Дюма, может быть, и того самого Дюма, каким он представляется лично мне. Поэтому вполне оправдано появление на русском языке книги «Три Дюма», ведь советской биографии прославленного французского писателя никто еще не написал, а книга Андре Моруа лучшая из того, что опубликована во Франции. Книга, написанная сверкающим пером большого мастера. В этой книге автор адекватен своему герою. Как бы он не скрывал этого, как бы не стыдился, он тоже великий труженик. И пока читатель читает «Три Дюма», Андре Моруа продолжает писать. Вот его последний портрет. Он, как всегда, сидит за своим большим письменным столом. Удлиненное лицо с твердо сжатым ртом и широко прорезанными глазами, коротко подстриженные усы, гладко зачесанные седые волосы. Общий облик аристократической и несколько аскетической. Его взгляд устремлен вперед. Мы знаем, что там, за окнами, плавное течение сены, на берегу которой стоит дом, расположенный в Нэи, пригороде Парижа. За спиной писателя полка, на которой теснятся многие сотни, если не тысячи книг, на множестве языков, плоды его труда и вдохновения. Автор, первый из буржуазных биографов, не умолчал еще об одном. Александр Дюма всегда хотел быть близким ко всем революционным движениям своего века, будь то Великая революция, в которой участвовал его отец, революции 1830-го и особенно 1848-го года. В этом также одна из сильных сторон книги Андре Мурва. Конечно, советский писатель, вне зависимости от его таланта и творческой индивидуальности, написал бы книгу о трех Дюма иначе, чем Мурва. Советский читатель куда меньше знает романы Дюма, чем французский и почти совсем не знает его драм. У нас совсем нет исследований творчества Дюма, на которые молчаливо ссылается французский биограф. Поэтому в этой гипотетической книге было бы немало глав о творчестве Дюма. Это, вероятно, сделало бы книгу более скучной, но и более точной. Но главное в центре работы советского исследователя стоял бы не Дюма человек, а Дюма писатель, неотделимый от человека. В нашей биографической литературе мы меряем каждого героя, или, по крайней мере, стараемся это сделать, мерой того его подвига, который он совершил в литературе, в искусстве, в науке, и из-за которого стал бессмертным. Советский писатель ни на минуту не забывал бы, что при всех слабостях, противоречиях, непоследовательности и ошибках Александр Дюма был большим писателем и великим тружеником. Внешняя пышность и пестрая мишура, в которую он так по-детски любил рядиться, не должны заслонять от нас подлинного лица писателя. Торжественные приемы, витиеватые речи, обильные обеды, встречи с великими мира сего, суды с издателями, ссоры с сотрудниками, все это было мишурой, которая забавляла, льстила самолюбию, но занимала лишь очень малую долю его жизни. Александр Дюма становился самим собой лишь за своим девственно-белым письменным столом, перед стопкой разноцветной бумаги с гусиным пером в руках. Сколько образов теснилось в его голове, сколько вымышленных героев толпилось около него, сколько эпитетов, метафор и метонимий висело на кончике его пера. И все они жаждали освобождения, мечтали воплотиться в буквы, строки и страницы каллиграфически написанной рукописи. Пусть же те, кто прочтет книгу Андре Муроа «Три дюма», вспомнят, что писателя нужно судить не по его ошибкам и неудачам, но по тому, что он сделал лучшего, что осталось в жизни. Пусть он останется в нашей памяти таким, каким был только наедине с самим собой, неистовым, потным, страдающим одышкой, с пером в руках. Его обступают тени созданных им героев. Сквозь тени просвечивает простая обстановка его мастерской, белая, чисто обструганная доска стола, плотно сбитый стул, железная кровать, камин со стоящими на нем книгами, стопки разноцветной бумаги на столе. Тени, еще не воплотившиеся, требуют, чтобы он дал им вечную жизнь на страницах романов. Писатель поднимает перо как шпагу. Он прокалывает им злодеев, посвящает в рыцаре любимцев и пишет, пишет, покрывая огромные листы бумаги своим быстрым, легким почерком. Александра Дюма читают уже свыше ста лет, прочли сотни миллионов читателей и будут читать много лет и любить его героев. А о какой более высокой и славной судьбе еще может мечтать писатель? Кирилл Андреев Конец озвученной книги Киев 1979 год Читал Николай Козий звукорежиссер Анатолий Качкин Пó Sachа Звукорежиссер Н Продолжение следует...